Я мечтала, конечно, чтобы у меня все было на максималках. У меня нет звездной болезни. У меня рост рост, знаешь? Пали карнавал или Настя Решта? Ну, Лаура, ты посмотришь это. Что делать? Пластическая операция. Я не люблю болтать, я люблю делать. Я очень хочу грудь. Потому что я реально тупая блондинка, просто жена пошу и ни на что не способна. Ты никогда не хотела поехать на Евровидение? Во-первых, кто мне куда предложит, а во-вторых, я бы даже если бы не заплатили, не поехала бы. Мой муж. Один из самых успешных. Она хочет меня по бабкам обогнать. Мань, сиди пока помолчи, но я здесь босс сейчас, ладно? Настоящими друзьями можно делать бизнес. Но я бы не стала. Егор Крит тогда и Егор Крит сейчас. Это два разных человека. Как в принципе люди могут вообще позволить себе тупоить? Когда ты для человека столько всего делаешь, он такие вещи делает? Короче, ну это вообще... Это мамина юбка? Мама любит такие юбки. У сами младенцев. Если в вашей гардеробе нет розовых ботфор, то я к вам не приду в осень. Всем привет, я Лаура Джигели, это FameTimeTV. И сегодня я встречаюсь с девушкой, которую знаю уже очень давно, еще до того, как она стала известной певицей, мамой, женой, бизнесвумен. Я встречаюсь с певицей Ханной. Мы проведем с ней целый день и узнаем ее немножко лучше. Я на тебя подписана в инстаграме и слежу за каждым видео с тобой. Я даже тебе подарки приготовила. Можно я тебе подарю кое-что? Можно? Подарок примешь от меня? Я видела, что ты на музыкальных инструментах и поешь, и все делаешь. Вот это да. Адриана, что нужно сказать? Хорошая его. Обнимаешь Лаура? Можно обменяться? Ой, хорошая. Когда Адриана будет большой звездой, я буду смотреть это видео, показывать своим деткам и говорить, вот смотрите, я ее вот с таких лет знала. И первая с ней обнималась. У вас классный парный лук, я смотрю. Все продумано. Почему нету ребенка блестящих вообще обделила? Все будет. Сама, значит, нацепила со стразами, а ребенку обычный. Ну, конечно. Красавель, пошли, посмотрим, кто там еще есть. Пойдем? Да, там все вас ждут уже. Собственно, ты нас всех напугала сегодняшним своим сториз. Ребят, честно говоря, я просто не могу встать в кровати. Просто, короче, не могу. Не знаю, что делать. Сегодня столько, много всего. И я вообще не выспалась, потому что устала только в три. Я такая, что? Отменить? Да нет, конечно, я не могла так. Да. Ну, это ты когетничала? Немножко, немножко. Я так и подумала, а то я думаю, сейчас, сейчас, да. Все, контент-план отрабатываем. Ладно, давай, мы не будем отвлекать. Друзья, прежде чем продолжить смотреть этот выпуск, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о наших новых интервью. Для нас очень важно, чтобы вы были подписаны на наш канал. Так наши видео будут чаще залетать в тренды, а вы будете получать уведомления о новых выпусках первыми. И не забывайте оставлять комментарии. Для нас очень важно ваше мнение. Мы будем стараться меняться только в лучшую сторону. И не забывайте писать, кого из гостей вы хотели бы видеть в новых выпусках. А теперь пора вернуться к Ханне. Прямо сейчас вы увидите продолжение нашего интервью, в котором мы поговорим с ней о внешности и пластике, новом доме, Тимати, Егоре Криде и дуэте с Клавой Кока. А еще нас ждет встреча с Пашу в офисе Блокстар. Погнали! Не знаю, какой это размер, друзья, но мне кажется, мне только на ногу он налезет, если честно. Вот как бы на ногу оно мне налезет. Видите, да, что это ровно половина меня? Вы думаете, это детская? Мне кажется, это не детская. Ты что, издеваешься? Смотри, здесь все выложено детское, вот смотри, видишь? Так нет, это не детская, это что? Это все для взрослых. Да, да, это для взрослых. Это, понимаете, это ребята думают, что это детский размер. Ни хрена, это не детский, это взрослый размер. Просто я очень толстая рядом с этим размером. Да, да, это обычный размер. Ты что? Ребята. Я реально поможу детскую. Я увидел обувь, видишь, детскую. Я поможу детскую. То есть, только что, значит, наш режиссер вбил в меня новый комплекс. Значит, что он подумал, что это детская. Я так понимаю. Ну, это, собственно, тоже мне примерно на одну ногу. Смотрите, какие яркие цвета. Все очень яркое. Смотрите. Ну, это... А тут вообще ковбойская жар-птица. Это отсюда... А, все, да? Серии. Короче, друзья, если вы хотите быть яркими, веселыми, то вам, пожалуйста, вот надо покупать такие образы. Я не знаю, может быть, если бы я какая-то... Ну, вот, наверное, повседневной жизни нет, но, как бы, кстати, мне нравится цвет. Я себя бы в таком даже вполне... И, кстати, мой размер. Вот это как раз, наконец-таки, мой размер, друзья. Ну, и розовые, собственно, ботфорты. А куда без них? Вообще, если в вашей гардеробе нет розовых ботфортов, то я к вам не приду, ось. А тут еще, подождите, тут же еще самое главное. Здесь украшения. Цацки. Ну, вообще, собственно, мне кажется, Хан очень любит, чтобы блестела. Хан, ты же любишь, чтобы блестела? Да, ну, она занята сейчас. Но главное, друзья, главное, баксы. Просто все, что нужно иметь на своих ушах, баксы. Так. Я говорю, что ты любишь все блестящее, да? То есть это тебе вот... Нет? Нет, я люблю вообще черное и белое, все. Да, ну как это так? Вообще, сейчас пойдет просто, знаешь, такой вот слайд за слайдом, Луки и Ханны, знаешь, твои образы клипов. Где, в каком месте ты любишь черное и белое, объясни мне. Во вседневной жизни я только в черном. Это либо спортивный костюм, либо леггинсы и хутинг. Все, я больше вообще ничего. Конечно, типа на сцене. Подожди, ну в Инстаграм-то фотки какие-то выкладываешь в каких-то нарядах. А нам кажется, что вся жизнь в Инстаграме – это реальная жизнь. Давай посмотрим фотки в Инстаграм. Давай. Вот прям конкретно пройдемся. Давай пройдемся. Так, ребята, сейчас будем смотреть фотки в Инстаграм. Вот это вот, смотрите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Значит. Хорошо, ладно, это случайно. Это случайно здесь оказалось. Черный костюм. Ладно, это тоже здесь случайно. Это последнее. Еще раз черненький комбинезончик. Так, это тот же комбинезон, хочу отметить. Ладно, это случайно здесь оказалось, это старая. Посмотри, черненькая юбочка, черненький корсет. Ну, извини, пожалуйста, как бы все остальное тут, очень серьезно. Да, ну без блестящего. Ну, хорошо. Вот, смотри, черное и белое. Это как-то случайно, я говорю, давай мы туда... Нет, подожди, давай покоряшку, подожди. Черная. А почему ты выбираешь только черная? Хорошо, у тебя черная есть в гардеробе, я теперь поняла, что да, хорошо, это как бы исключение из правил. Ну окей, красная. Окей, красная. Блестяще. Опять, джинсовая и черная. Но все равно хорошо, у тебя все образы очень яркие, подожди, в моем представлении, в моей голове твой образ, да, это такой образ очень яркий. Это тебе органично, тебе это нравится или это какой-то образ, который стилистами продуман? Не-не-не, на самом деле стилистами мы пользуемся, ну работой стилистов мы пользуемся только либо на съемках, либо на там, на съемках клипа, конечно же, либо на каких-то проектах рекламных. В основном все это мой гардероб, ну или там мои какие-то интернет-магазины, подборщики, которые я там по ночам, знаешь, еще смотрю. Я очень люблю, правда, все яркое, я люблю, когда все прям, ну ты видишь, я даже париками на самом деле пользуюсь почти на каждом концерте, просто потому что хочется быть такой, ну типа всегда разной. Но это для тебя так было с детства? С детства я любила выделяться? Да, всегда, с детства я любила выделяться. Мы с мамой покупали ткань, шили, какие-то костюмы, переделывали в старые. Мы покупали какие-то обычные джинсы, их там интересно нарезали, знаешь. Не было, наверное, ни разу ни одного там праздника, дня рождения, там Нового года, когда мы использовали какой-то костюм, который вот просто купили в магазине, я в нем пошла. То есть мы всегда все дошивали, перешивали, придумывали. Ну это реально было с детства. Блин, вот тебе не лень, вот мне, например, вот реально вот лень так сильно заморачиваться, что я вижу все твои образы, они продуманы до мелочей. То есть от макияжа до цвета ногтей, по-моему, да? Да, это правда. Ну я кайфую, мне нравится. Я очень кайфую, мне кажется, если бы я не занималась тем, чем я сейчас занимаюсь, я бы, наверное, была каким-нибудь стилистом, визажистом, какой-нибудь там, не знаю, шопином. Мне кажется, ты уже, в принципе, можешь подрабатывать, потому что ты делаешь всякие эти туториалы и так далее. Ты сама себя красишь в машине. Внимание, внимание. Это, простите, пожалуйста, это тебе? Не знаю. Адриан, смотри, какой топ. Это топик такой. Давай мы тебе наденем. Это мамина юбка? Мама любит такие юбки, да? Я же говорю, что мама такие любит юбки. Все, видишь, устами младенцев, понимаешь? Да, листы не обманешь. Знаю, это на маленькую. Как ты готовишься к съемкам, к фотосессиям с утра, не знаю, там, маски наносишь, что-то еще делаешь, не ешь неделю? У нас Кристина Асмус рассказывала, что она перед съемками неделю голодает. Серьезно? Да. Я, чтобы сегодня посниматься, я реально не ела неделю. Ты знаешь, это все настолько стало вот таким совсем обыденным. И когда ты снимаешь... Ну, то есть, понятно, у Кристины там какие-то большие проекты, к которым она готовится, там, фильмы. А у меня там в день по 4-5 съемок иногда бывает. И ты уже... И мне когда там, знаешь, вот сегодня мы сидим с бабушкой, она мне говорит, мы улетаем в майские праздники в отпуск. И она мне говорит, так, надо подумать. В общем, когда вы уже решили, как там с прививками, не с прививками, я говорю, бабуль, так, стоп. Давай сначала вот сегодняшний день переживем. Я даже честно не знаю, что завтра. Я знаю, что у нас на завтра куча съемок, по-моему, каких-то. Но вот если мне спросить, что у тебя завтра, я честно не скажу. Дожди, ну ты же планируешь себе все наперед. Планирую, конечно, однозначно. У меня все записано, прописано, календарик там, если открыть, тоже в календаре там, знаешь, все прямо прописано, там вот, чик-чик. Почему в календаре? Ты говорила, что у тебя ежедневник, который ты открытишь. Нет, в календаре график, да, у меня есть ежедневник, он тоже с собой, кстати. Моя сумка здесь розовая где-то, да? Да. Покажите мне, как он выглядит. Все запланировано, куча всего, но я ни к чему не готовлюсь, просто потому, что это уже просто мой образ жизни. Вот просто, ну, то есть реально мы там очень супер секретный формат. Ну, ладно, мы не будем показывать детали, но я вижу, покажи туда. Ну, то есть, видишь, я, короче, все, вот, типа, все записала, я зачеркнулась, чтобы к этому не возвращаться, записала, зачеркнулась. И так очень много всего там, циферки, не циферки, ну, короче. То есть у тебя вся твоя жизнь, все твои цели, все твои планы, все там. Все, вообще цели, задачи на неделю, на день, на месяц. То есть, друзья, если вдруг будете грабить. Да, это, честно говоря. Главное, что правильно. Это самое, вот, то, что, мне не жалко телефон. Столько информации, сколько здесь есть. Честно говоря, ну, это очень, короче, важная информация. Этот блокнот мы должны не в чьи руки попасть. Никогда. Никогда. Что тут там? Что случилось? Я слагаю. Ну, у меня плойка горяченная. Сейчас мы только что-то не ранили. Может быть, не ранили. Прости. Прости, пожалуйста. То есть ты не готовишься, получается, из-за этого, потому что для тебя это уже обыденность. Да. Ну, конечно, когда это съемки клипа, я там стараюсь, так, сегодня бы вечерочком не покушать, чтобы проснуться с плоским животиком. Съемки клипа, да. Но вот съемки там какие-то рекламные или, ну, проектные, то точно нет. Слушай, ну, вот, например, к клипу, как ты готовишься? То есть как вот эти образы придумываете? Потому что я правильно понимаю, что действительно там командой продумываете каждый лук, каждый образ до величайших деталей? Да. Я сумасшедшая. Вот что касается стиля, я просто сумасшедшая. Причем, знаешь, в таком плане, что вот мне все равно, что там модно, не модно, типа там какие-то, что крутые стилисты говорят, не говорят, тренды, не тренды. Понятно, что есть тренды, навеянные там, да, нашей модной индустрией. Это здорово. Но мне кажется, что мода это то, что ты есть. Вот как ты считаешь, какая она для тебя, эта мода, вот что для тебя стиль? Так и нужно жить, и самовыражаться с помощью своих каких-то внешних одеяний, это просто мега круто. А соответствовать каким-то стандартам, что сейчас модно только так, что это не модно. Ну, короче, я считаю, что это чуть-чуть уже прошлый век. И это очень круто, что у меня есть возможность с помощью образов в клипах, ты знаешь, какие у меня клипы, минимум по 15 образов в каждом, потому что я хочу эту возможность использовать по максимуму. Мне очень нравятся эти перевоплощения, мы заморачиваемся страшно. То есть у меня, наверное, гонорар стилиста равен гонорару режиссера клипа примерно, потому что реально огромное количество образов, мы их заранее либо шьем, либо... То есть стилист берет за лук, правильно, да, там часто ты ему оплачиваешь? Да, да, да. Французский поцелуй мы снимали в Португалии, у нас, наверное, чемоданов 6 было только вот у костюма. Я не знаю, сколько мы там луков поменяли, наверное, больше 20 точно. Ты что-то из этих вещей себе потом оставляешь? Постоянно. Знаешь, у нас мой стилист Катюшка Кири, она вообще кайфует работать со мной, потому что она знает, что она привезла вещи, половина, минимум, ханнушка заберет. Потому что я реально... Причем мне все равно, это вещи там из Восьмаркета, Бершка или там Валенсиага, абсолютно все равно мне нравится, я беру и потом в этом депутом ухожу. Где ты все это хранишь? Да, это вообще проблема. Поэтому, когда мне говорят, можно, ну, бывает такое часто, типа, ребята звонят, говорят, а можно мы снимем у вас в кардеробе? Да, мы хотим. Да, я просто боюсь там снимать, там просто так много всего, и я не из тех, у кого, вы знаешь, все... То есть я очень люблю, когда все красиво, аккуратно, я реально очень люблю, ну, блин, ну, у меня не получается так жить. У меня постоянно куча пакетов, что-то приехало, уехало. У меня бедные ребята, водители, да, вот они просто с этими пакетами туда, сюда, туда, сюда. Я живу как цыганка, реально. Подожди, но ты не раздаешь то, что ты не носишь, перебираешь? Раздаю, конечно, раздаю, но я... То есть я собираю там пакетов 10, например. Мне мама говорит, так, подожди, сначала я все отберу, потом будем раздавать. И вот пока я жду, пока мама придет, пока она их отберет, потом там, знаешь, еще родственнички, так, подождите, сейчас мы тоже подъедем, посмотрим еще, что там у вас есть. Блин, ну подожди, ну вот эти твои яркие, нарядные костюмы, ну куда ты их отдашь? Я представляю твою маму, знаешь, в каком-нибудь перевом, там, не знаю. Нет, нет, конечно, такие вещи, конечно, они вот отснялись и там где-то лежат в закромах. Но я говорю про, знаешь, там уже куча подарков приходит. Приходит, я не знаю, за этот месяц мне пришло, наверное, там штук 10 разных спортивных костюмов. Ну что, я буду их носить, когда у меня есть свои спортивные костюмы, знаешь, которые я вот прям идеально под себя сделала. И вот я их там стараюсь кому-то раздать, подарить, но это тоже долгий процесс. И вот эти пакеты на пакетах, вишала на вишалах, вот эти вот рейлы, ну, короче, это реально... Это моя любимая комната, но она самая некрасивая по факту. Ты в детстве себе представляла, что у тебя будет столько одежды, что ты будешь жить... Ну, я мечтала, я реально мечтала, потому что я жила в других условиях, и, конечно, я мечтала... Иди, Каня на ручки, хорошо? Я мечтала, конечно, чтобы у меня все было вот, ну, максималках. Так, в кино, как вот этих принцесс. И вот стараемся сейчас жить так. Знаешь, там тоже по поводу дома... Мам, может, потрогать мой пальчик? Потрогать пальчик только? Вот этот. Вот этот? Нет, вот этот. Где пальчик у тебя? Так вот сбоку у него пальчик. А, сбоку, вон там? Болит, что ли? Болит. Хочешь, снимем кроссовочки? Давай, снимем. Короче, я прям мечтала об этом. И вот мы строим не просто дом, чтобы жить, а прям дом, максималка, дом мечты. Что вот все-все-все, как было в мечтах. Как, на каком этапе сейчас у вас? У нас, я думаю, что мы в конце лета, в начале осени, там, в сентябре заедем. У нас все очень быстро двигается. У нас очень много людей работает. Ты хочешь попить водички? Прям из бутылочки тебе нравится, да? Да. Очень много людей работает. Нон-стоп вообще каждый день. Поэтому стараемся к осени успеть. Слушай, ну а у тебя родители твои, Пашу, они будут сами жить в доме? Нет, нет, конечно. У них места есть? Конечно, у каждого есть своя комната. Мам, я хочу пистачку, мам. Ну, спроси у тети. Да, сладкий. Давай тебе дам. Мам, я тебе дам. У них, мы, конечно, делаем им тоже комнаты, прям целые блоки, но у них есть свои квартиры, дачи. Но мы привыкли, когда вся семья вместе, когда много людей, когда родственники, семейный ужин, это вот чисто наша тема. Поэтому, конечно, в доме мы тоже для них место делаем. А сколько метров дом будет? Тысяча шестьсот квадратных. Боже, вы там не заблочитесь, не потеряетесь. Ну, мы прям вот все как в мечтах было, стараемся, чтобы все было так. Что у вас там будет за комнаты такие? На что столько метров? У нас, во-первых, очень большой бассейн, такая прям достаточно зона спа большая, там бассейн, хамам, сауна, детская большая игровая комната, кинотеатр. Ну, вот все как, короче, все вот как там, на западе. У нас была цель сделать такой дом здесь. И вот все мы так, короче. Сколько этажей? Три. Три этажа. Ну, два жилых и один для кинотеатра, там кухни для... А, ну и отдельно домик, ну, как пристройка для персонала. Короче, Адриан, вырастешь, значит, родителей выселишь, и будешь там вечеринки домашние устраивать с своими друзьями. Скажи, я с родителями. С родителями устраиваю, да. Я буду с вечеринками, с мамой. Правильно, правильно. Мама подружка. Мне не показалось, что ты тратила, не знаю, годы на то, чтобы о тебе узнали. Это как-то достаточно быстро произошло, нет? Ну, честно говоря, признаться честно, это было очень долго, очень сложно и очень тяжело с одной стороны. Но с другой стороны, поскольку это всегда была моей целью, то есть вообще понимание того, что типа Ханна певица, у меня было еще в детстве. То есть я, учась там в первом классе, знала, что я буду Ханной, и знала, что я буду певицей, и вот буду выступать на сцене. Ну, знала, типа где-то там в голове, да, представляла постоянно, думала об этом, мечтала, и ни о чем другом мечтать не могла. Но по факту, по жизни оказалось все гораздо сложнее, чем я представляла. То есть я представляла, что я вся такая супер-мега-талантливая, вот все захотят меня куда-то пригласить, я найду продюсера, вот он будет меня продюсировать, я буду вот такая классная, известная, пойду на фабрику звезд, я выиграю и стану второй лекцией. Ой, господи, на самом деле я прошла, наверное, я не знаю, миллионы кастингов разных. Да, ты говорила, что ты даже на фабрику ходила, да? На фабрику, группу, группу фабрика ходила, да. То есть я прошла миллионы кастингов, когда мне сказали, типа, да, вам позвоним, но не звоним. Какие еще группы, кстати, ты ходила, пыталась попасть? Ну, знаешь, тогда был, ну, как бы интернет очень активный, там были разные кастинги, там группы ВКонтакте, когда типа кастинг, 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 кастинг. И вот на все такие кастинги я с мамой везде, там, в Москву она меня возила. То есть это чаще всего были даже не конкретные какие-то группы, а какие-то, типа, компании, знаешь, лейблы музыкальные, я даже сейчас не вспомню, но было очень, то есть я не знаю, ну, больше 50 кастингов точно я проходила. Кому, кому из известных, кроме Матвиенко, ты хотела? Из известных это было только Матвиенко, Константин Меладзе в Киеве, кастинг-группа Фабрика и, наверное, все, из известных больше никого не было. Подожди, Константин Меладзе, это же Виагра. Да, 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 вот, Виагра, Константин Меладзе в Киеве, там я тоже была. В общем, я была очень молодая. И Меладзе тебе не понравилось? Ну, как, они все говорят, что, типа, у него вот очень талантливая, такая красивая, у вас, конечно же, есть будущее, мы вам позвоним. Ну, и, соответственно, никто не звонил. В один момент я поняла, что, блин, в конце концов, я не хочу вообще ничего другого, это единственный путь, который я хочу. Поэтому или я сейчас все брошу, буду плакать, реветь, пойду работать менеджером по туризму, по образованию, да, ну, как бы, или дальше бомбить. И все, мне уже просто стало пофиг, я начала использовать любую возможность, которая у меня была. Но, учитывая то, что я воспитывалась достаточно в близких отношениях с мамой, и, в принципе, там, моя лучшая подруга была мама, бабушка, и все всегда было очень открыто. У меня не было, там, даже мысли, там, с кем-то, типа, встречаться, за то, что кто-то тебя куда-то продвинул. То есть, ну, я просто в другой семье была воспитана. И все вот эти темы, что, типа, я, там, такой крутой, давай я тебя, там, это, ну, как бы, они сразу, да, спродюсирую, они сразу всегда были, потому что я считала, что я сама, я же такая, ну, классная, крутая, талантливая. И все. И потом в один момент я просто поняла, что я буду использовать вообще любую возможность. Вот просто все, что... И как раз мы познакомились с Пашей. Боворить в жизни, да. Да, да. Да, да. Мы познакомились с Пашу, и я говорю, так, Паня, а у тебя там кто-то есть из знакомых, кто музыкой занимается в Киеве? Я жила в Киеве. Он говорит, да, есть. Я говорю, мне срочно надо знакомить. Он познакомил меня с Артиком, и я начала заниматься музыкой более плотно. Ездила к нему на студию, мы писали треки, я там записывала песни. То есть, мы прям конкретно начали заниматься музыкой. И я такая, так, вот это, типа, классное, успешное действие. Значит, оно работает. Значит, нужно еще больше искать каких-то возможностей. Потом Артик меня познакомил. Ну, то есть, и все, короче, пошло по-другому. И я поняла, что позиция, типа, я не буду просить, или, знаешь, позиция, что, типа, я такая классная, а меня все равно когда-нибудь позовут, она не рабочая. Единственная позиция по жизни, которая работает, это ты, когда понимаешь, что тебе нужно, и начинаешь в этом направлении работать. Я тебе говорю эмоцию, а ты мне говоришь, когда ты в последний раз и при каких обстоятельствах ее испытывала. Ликование и эйфория. Ликование и эйфория. Мы были в отпуске в январе. И это был первый наш отпуск, уже осознанно, когда ребенок с нами уже в таком осознанном достаточном возрасте. Это вы в Сочи ездили? Нет, это вот мы в январе были на Мальдивах. И у нас была очень такая большая вилла на закате. Мы специально всегда, когда... То есть для нас, для меня и для Пашоу, вид это просто решающий вообще вопрос всегда. Закат, особенно закат, он всегда должен быть. Поэтому куда бы мы ни полетели, короче, у нас всегда вид на закат. И вот каждый вечер мы, значит, у нас была традиция, мы там в 7 часов собирались у нас на вилле и смотрели этот закат. И вот это вот, короче, внутреннее... С одной стороны, как бы грустно, да, типа закат, уже вечер, такая музычка, какой-нибудь барри-вайт, и хочется погрустить. А у меня в душе такое ликование. То есть меня внутри прям вообще, короче, распирает, а снаружи я такая сижу, смотрю закат. И это реально такие эмоции, от которых мурашки. И вот они... Да, короче. Обида. С обидой все сложнее. Потому что сейчас ты обижаешься. У меня вот обида на каких-то конкретных людей, ее практически нет. То есть я... Мне очень тяжело на кого-то конкретно обидеться. Я постоянно ловлю себя на мысли, что в таких ситуациях, когда мне стоило бы на кого-то конкретно обидеться, и я виню, типа... Ну, знаешь, я там такая, типа, блин, ну как так? Ну как это вообще возможно, что у людей... Вот я расскажу ситуацию, когда это было... А можно... Нельзя, мы там ругаться, короче, потом вырежете, ладно? Ну, короче, пиздец обидно. Да не, можно почему-то, да. Значит, у меня был концертный директор очень долгое время. Практически с самого начала, ну, чуть-чуть там позднее он со мной работал. И вот пока он со мной работал, он... Он очень хорошо заработал. Он построил квартиру, купил одну машину, купил вторую машину, сделал ремонт, у него большая семья. Концертный директор сколько процентов получает? Ну, на рынке он примерно получает, там... Ну, у всех разные понятия, но тогда на Blackstar, допустим, получали 6, но мы ему платили 10. То есть я всегда... Я вообще всегда за то, чтобы люди, которые вокруг меня много зарабатывали. Вот честно, я для этого максимально стараюсь и никогда не говорю, типа... Ну, короче, ладно, другой вопрос. Значит, мы очень долго с ним работали, и я знала, что он такой человек, который никогда не предаст. И тут, короче, ситуация. Я был концерт в Украине, на Украине, да, в Украине, в Киеве. И я очень люблю Киев, но в последнее время туда очень стало сложно летать. То есть там тебя допрашивают очень много времени, ты сидишь, допросы. Ну, короче, сложно. Но я очень люблю Киев, и Макс говорит, короче, есть концерт в Киеве, надо лететь. Я говорю, ну, как бы давай полетим, хорошо, не вопрос. Он говорит, ну, проблема в том, что логистика, короче, только через Минск, а до этого ты в Астане, а концерт из Астаны в Минск, вернее, самолет из Астаны в Минск не летает, нужно лететь через Стамбул. И я такая, типа, Макс, давай не полетим. Он говорит, да нет, вообще не переживай, там все нормально будет. Я говорю, послышишь, мы сколько там, а еще в Стамбуле нужно было ночь переночевать в аэропорту. Я говорю, блин, ну, так сложно. Он говорит, очень, короче, надо. Я говорю, Пань, давай не полечу. Пань говорит, слушай, ну, давай не полети. И тут, значит, Паша звонит наш один знакомый из Киева, говорит, Пашу, я тебя очень прошу, очень хочется там концерт, чтобы Ханна выступила, это мое заведение, пожалуйста, приезжайте. Я говорю, ну, ладно, типа, поеду. Я говорю, сделайте только, чтобы, ну, как бы минимально проблем не было в этом самом, в аэропорту. Они такие, да, 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 вообще не переживай, все будет круто. Короче, я приезжаю через все вот эти самолеты-перелеты, мы прилетаем в Киев. Нас, конечно же, задерживают, то есть мы выходим, нас, значит, ведут, 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 потом говорят, так, такая-то, такая-то, останавливайтесь, заводят в комнату, там долго-долго допрашивают, короче, очень долго. По итогу мы сидим там еще 4 часа в этой кабинке, ничего уже, я не знаю, не помню, когда мы после нас ели, пили, спали и так далее. Я выхожу, очень злая, звоню Паше, своему мужу, говорю, Паня, такая ситуация, ну, как бы это не очень нормально, что человек, который нас пригласил, даже не подумал о том, что можно заказать VIP. Ну, как бы я не летаю, мне не нужен там VIP-вход, у меня нет звездной болезни, но учитывая то, что была очень сложная логистика и проблемы взлетать в Киев всегда очень большие, ну, как бы можно было подумать. Он говорит, ну, типа, сейчас я позвоню, буду разбираться. Он звонит нашему, значит, владельцу этого заведения, говорит, типа, как такое произошло? Он говорит, послушай, я точно сказала своим ребятам, менеджерам, чтобы они заказали VIP, причем на всю команду, такого не может быть. Паша говорит, ну, в смысле, не может быть, она вот, ну, такая ситуация была. Он говорит, точно не может быть. Он, короче, на него очень жестко наехал, и тот присылает ему в ответ голосовое сообщение от моего директора, который говорит, да нет, вообще ей VIP не нужно, она такая простая девчонка, она, типа, вообще, нормальная, очень такая, типа, простецкая девчонка, не надо ей VIP, а то еще привыкнет, будет просить у меня VIP у всех организаторов. Типа, с концертами все равно тяжело у нас, если, типа, без VIP, то, ну, короче. И Паша мне об этом говорит, я говорю, ну, этого быть не может. Я говорю, Паня, это сто процентов какая-то подстава, он не мог так сказать. Он мне говорит, у меня есть голосовое сообщение. Я вам клянусь, если бы не было этого голосового сообщения, я бы дала руку на отсечение, что он не мог так сказать. Ну, то есть, когда ты для человека столько всего делаешь, он такие вещи делает, короче, ну, это вообще, ай, не могу. И, честно, я, ну, как бы, я даже на него не обижалась, я мне, ну, как бы, я на него вообще зла не держу. Конечно, мы перестали сразу же работать, он там просил, извинялся и говорил, что, ну, короче, просто, я не понимаю, как может жизнь вообще так несправедлива быть. Как, в принципе, люди могут вообще позволить себе, ну, такое, не знаю. Это, наверное, был последний раз, когда вот мне было прям обидно, потому что это реально было обидно. Удовольствие или блаженство? Ой, ну, блаженство, честно, вообще, в каждой секунде жизни, вот, честно, я такой человек, я в свое время прочитала, короче, очень много книг Натальи Правдиной, и они так сильно запали мне в душу, ну, наверное, все-таки это судьба, я верю вот в то, что сверху приходят не просто так. Короче, и там была такая мысль, ну, я ее не цитирую, но она об этом, что нужно в каждый момент, когда ты чувствуешь себя счастливой, там, загадывать желание. И я начала, это было давно, я училась, наверное, в классе 9, я, короче, начала так жить, вот каждый раз, когда мне прям кайфово, я счастлива загадывать желание. И они, короче, начали жестко сбываться. То есть, знаешь, прям вот, ну, вообще, в принципе, вся жизнь, в которой я сейчас живу, мое творчество, моя работа, мое окружение, моя семья, вот все, это реально когда-то было мечтой. И я поняла, что это реально работает. И теперь, ну, уже давно достаточно, я вырвала себе такую штуку, что вот в каждый классный момент я начинаю загадывать желания, и я для тебя знаю, что они сбудутся. Раз ты уже сказала про литературу, вот какую ты можешь посоветовать, какая книжка все-таки, вот, может быть, первой стала для тебя, что-то поменял в твоем сознании? Ну, самой первой книжкой она попала ко мне, по-моему, от мамы. Мама мне ее дала почитать, мне было, по-моему, 15 лет, у меня тогда был такой, знаешь, достаточно переломный момент в жизни. Да, короче, не хочу про это говорить, тоже такой, ну, первая любовь, знаешь, вот это вот все. И я еще приехала из Москвы. Короче, долгая история, предыстория, очень долгая. Но суть в том, что был момент, когда я вообще суперсильно потерялась по жизни, и все прям пошло под откос, и я с молодым человеком рассталась, и бальные танцы бросила, и приехала в город, из которого я когда-то давно уехала, и тогда, типа, приехать обратно в Чуваксар из Москвы, это, типа, ты вообще лох. Ну, и, короче, вот это все-все-все было очень максимально угнетенно в один момент, и ко мне попала эта книжка в руки. И я тогда понимала уже, ну, куда, типа, хуже. Начала ее читать, и все. Как эта книжка называется? Это Наталья Правдина, автор, по-моему, она называется «История успеха», что ли, что-то про успех, ну, короче, это было 15 лет назад почти. Очень классная книжка, что-то про успех, вот, от Натальи Правдиной. И ты знаешь, я ее такая читаю, и понимаю, что я уже где-то вот эту информацию все чувствую, ну, как бы я, короче, ее настолько чувствую, и понимаю, про что она пишет, как будто вот я уже все это знаю. И она такая там пишет, 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 и я уже себе до конца там эту главу представила, как она могла закончиться, хоп, смотрю, она реально так закончилась. И я поняла, что это вот прям, эта тема, она во мне. И все, потом я прочитала другие ее книжки, потом я прочитала другие ее книжки, начала вот по этим книгам так жить. Но там нет ничего нового, там говорится про то, что нужно каждый день быть счастливым. И если ты думаешь, что ты купишь себе Роуз-Роуз и станешь счастливой, но ты несчастен сейчас, ну, как бы, это так не работает. Дело не в Роуз-Роузе, дело в твоем отношении к счастью и вообще к этому миру. И я начала как-то так сама над собой работать в виде эксперимента. И начала понимать, как это все быстро, понимаешь, не так, что ты ждешь его 5 лет. Это реально очень быстро работает. И все начало как-то очень резко, очень быстро меняться. И я поняла, что вот, короче, то, чем я буду по жизни руководствоваться. И все, а дальше просто до сих пор. У тебя, кстати, Паша очень любит вот эти писать, значит, тексты под фотографиями, как раз мотивационные. Он так же живет, ну, то есть он так же живет, и в его жизни вообще все то же самое. Ты знаешь, он, короче, очень часто там, ну, Вальтер с моим партнером говорит, типа, братан, вот я знаю, типа, будет вот так, вот так, вот так, вот так. Вальтер такой говорит, да не, ну, братан, это вообще какие-то вещи из области фантастики. Знаешь, проходит там полгода-год, и реально так случается. Я помню, года два, наверное, назад мы сидели в Лос-Анджелесе или Майами, я уже не помню, в Америке. И Паша такой говорит, блин, вот было бы круто, если бы у нас был лейбл Blackstar не в России, а в Америке. Вы представляете, типа, какие это вообще там возможности, какие это там, ну, Blackstar в Америке. И у нас будут треки в топ-чарте на первом месте, типа, вот сейчас Бибер на первом месте, а будут треки Blackstar на первом месте. И Вальтер такой, типа, ха-ха-ха, мы такие, ну, да, да, память, типа, конечно. И знаешь, я сейчас смотрю, вот до сих пор, по-моему, в топ-чарте в Американском на первом треке трек Бибера из нового альбома, который написал продюсер на лейбле Blackstar в Америке. Ну, как, это же, ну, это же, ну, это же просто так не может так быть, правильно? Ну, то есть это 100% вещи, которые, ну, короче, это магия. И она реально работает, есть в нашей жизни. И это круто, что любой человек может ей пользоваться. Вопрос только в том, ты можешь к этому отнестись скептически, а можешь это принять и попробовать. Но когда ты пробуешь, это уже все, это как наркотик. Остановиться, короче, просто невозможно. А вам не предлагали еще марафоны какие-то проводить, типа, Блиновская или что-то еще? Ты знаешь, это тоже классная тема, спасибо, что спросила. У меня, то есть в одно время ко мне пришел человек, который говорит, Хан, давай сделаем, короче, я чувствую твою тему, вот я вижу, что ты пишешь, как ты живешь, давай, короче, все это сварганим, сделаем такое, типа, сообщество. Я говорю, давай. Я вообще так загорелась, я там все подготовила, не готовила. Ну, чтобы ты понимала, у нас реально был очень большой проект. Я думаю, что в общей сложности тысяч, наверное, 30 человек в этом проекте участвовало. Это девчонки, которые платили там в месяц определенную абонентскую сумму, я не помню уже сколько, помню. Ну, короче, что-то 300 рублей, да? Что-то такое, 279. Двести-нёсто. Да. Двести-нёсто и... И какой-то полторы, по-моему. Ну, короче. И там реально, то есть я рассказывала вот все вообще, как есть. Я даже потом пожалела, что я слишком много рассказала. Я просто поняла, что большинство этих людей, то есть были те, которые до сих пор, вот до сих пор я была на концерте на прошлой неделе, девочка в зале начала плакать. Я говорю, ну, что вы плачете? Она говорит, я типа была вот на вашем сообществе, типа, спасибо вам огромное, моя жизнь так поменялась. Ну, короче, до сих пор реально, хотя это было год назад, мы закончили год назад. Но большинство людей смотрят и воспринимают эту информацию не с точки зрения, то есть не с тем, чтобы её принять, усвоить и с ней работать, а с тем, чтобы сказать, что в ней не так. И меня это, короче, разбило. Меня разбило то, что я искренне пыталась людям, с людьми поделиться и искренне хочу людям объяснить, что это всё просто. И это же классная возможность стать счастливее, богаче, успешнее, любимее. Ну, короче, это, ну, это капец как круто. А большинство людей ищут, что не так. Это знаешь, как я сегодня вела прямой эфир и красилась в прямом эфире. Ну, реально много очень вопросов приходит там, типа, чем, как, что. И я думаю, ну, пока время есть, покрашусь, крашусь в прямом эфире. И комменты такие, типа, а ты что с маской красишься? И я думаю, ну, вы что такие, ну, типа, что плохие такие? Человек сидит, делится с вами информация. Ну, не надо, ну, не смотрите. Ну, если вы сами зашли посмотреть, там написано, что мы будем с вами делать, чтобы вы видите, что я крашусь, там, типа, кто хочет, там, заскринил помадку. Кто не хочет, ну, уйдите. Ну, нахрен вы пишите, какая вам разница, с маской я или нет. И вот, короче, я столкнулась в этом марафоне с такой проблемой. И поняла, что я, короче, это конфронтировать не могу. Я не могу с этим бороться. И мы просто закрыли проект. То есть ты из-за того, что столкнулась с хейтом, по сути, да, ты решила притормозить все? Ты знаешь, это не был хейт. Это не был хейт, потому что люди за это деньги заплатили. Когда ты деньги плачешь, ты не так хейтишь, знаешь. Это не был хейт. Но они просто говорили, да нет, конечно, типа... Тебе легко говорить. Тебе легко говорить, ты же такая известная, популярная. Ну, как ты этим людям докажешь, что я 10 лет назад, ну, там, 15 лет назад жила на 10 тысяч рублей, брала деньги у мамы в долг и ездила на маршрутке? Ну, как, ты же... Ну, смотри, вот я тебе сейчас объясню, потому что тебя видят люди со стороны, да, смотрят твой инстаграм, что ты живешь очень красивой жизнью, ты транслируешь это, да, то есть ты показываешь, что у тебя красивые тачки, у тебя красивая, там, модная, дорогая одежда, у тебя там ювелирка, у тебя все очень дорого, да, то есть сейчас эпоха трушности, где ты, типа, должен выглядеть, ну, не очень, как бы, там, так скажем, ярко, нарядно и так далее. Даже когда Настя Ивлеева стала показывать, что вот у нее Ламборджини, что у нее... И начали хейтить и говорить, что, блин, прежняя Настя была круче, потому что она была простая и она была ближе к нам. А ты, как бы, да, ты из Чебоксар, ты сама всего добилась, у тебя не было богатых родителей, которые тебе там все это дали, ты сама к этому шла всему, и, по сути, ты все это заработала сама вместе со своим мужем, который тоже не своровал, а заработал, но при этом ты все равно показываешь эту жизнь, то есть ты вместо того, чтобы, например, как бы поскромнее, типа, быть и не транслировать это, не показывать, ты транслируешь это, и они считают поэтому, что они вправе тебе это, как бы, ставить в упрек. Да, но это же моя жизнь, понимаешь, если бы я ездила, например, я не знаю, на Ладе, а брала в аренду Роус-Ройс и ездила, типа, на Роус-Ройсе, это одно, но если это, блядь, мой Роус-Ройс, зачем мне брать в аренду Ладу, чтобы ездить на Ладе и быть ближе к народу? Да, но ты можешь не показывать этот Роус-Ройс. Хорошо, ну я и не показываю, еду за рулем в сторис, но я не знаю, что там звездочки на потолке, я не из тех чекулей, которые, типа, у меня Роус-Ройс, знаешь? Да, видите, набитно на это, что? Да. Восхищение. Восхищение? Последний раз? Ну, вот прям, если говорить про, вот, реально восхищение, то я, ну, вот, допустим, мой муж, я каждый вечер приезжаю, когда я домой, вот, реально, последний там месяц, у нас просто сумасшедший график, ну, то есть, вообще какой-то сумасшедший, и я приезжаю домой просто вообще никакая, я так вот сажусь, короче, на диван, и смотрю, он тоже приезжает, и вот ему звонят, там, из Парижа сначала, он часа два разговаривает, там, по фейстайм, это уже, там, 12 часов ночи, потом у него конференц-кол, там, совещание одно, совещание другое с Америкой, и, типа, в три часа он такой, ну, я закончил работать, и при этом он встает каждое утро, ну, не позже восьми утра, и вот каждый вечер, когда он еще, там, в два часа ночи такой, I told you, I told you, man, that you need, та-та-та, и я такая, думаю, блин, ну, как вообще, как так можно вообще, короче, я восхищаюсь реально, вот я клянусь каждый день его работоспособностью, потому что то, сколько он работает и как он работает, в моей голове вообще не укладывается, он капец, что за тип, он очень-очень умный, и он с годами становится все умнее, 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 и, конечно, его, вот, ну, работоспособность раньше, он таким, когда мы познакомились, он вообще был тусовщик, ну, то есть ты самоплощающий. Слушай, я его знаю, в том-то и дело, с тех времен, когда они тусили в Кодеке на Мире, работали в Марике, стояли на фейс-контроле рядом с этим, мост был, деклаб, это потом уже, я их знаю с тех времен, когда он еще ездил на девятке Жигули. Ну, я просто помню этих ребят, которые реально, ну, как бы, да, они всегда были яркими, они всегда выделялись, то есть ты всегда знал, что это какие-то там известные ребята. Я вообще думала, вот эта фраза, fake it till you make it, это вот прям вот про Пашу, про Тимана, про них, про всех, потому что они тогда себя вели как звезды, и они этими звездами, по сути, стали. То есть я вот думала о том, что вот эта фраза, она настолько, как бы, реально, вот, подходит к ребятам, 100%, это их образ жизни, они, то есть транслировали то, что у них, может быть, в тот момент еще не было, но они это транслировали, и это в итоге стало их жизнью. Да, ты знаешь, я уверена, что он не обидится, что я эту историю расскажу, но я должна ее рассказать, потому что я тут прям конкретно про фразу, fake it until you make it. Короче, было время, когда еще они реально были со всеми ребятами, и особо денег, ну, как бы, ни у кого не было, потому что, ну, то есть их реально ни у кого не было. И они, значит, ну, они тусовались в тусовке, где у всех были деньги. Да, у них были самые богатые друзья, там, то есть вообще все, там, дети министров. И, короче, Пашу мне рассказывала, что было, короче, время, когда они приезжали в один очень известный магазин, не буду говорить, какой, потому что сейчас пойдут, там, мало ли звонки. Короче, они приезжали в этот магазин, брали вещи, значит, типа, примерочные примерить, отрезали, короче, бирки, там, брали, допустим, какие-то футболки Дольче Габана, отрезали бирки, складывали в карман, говорили, что нам не подходят, приезжали домой, эти бирки клеили, знаешь, не на внутреннюю сторону, короче, а прямо сюда, чтобы было видно, как это Дольче Габана. Да-да, они ходили все на слабо. И он говорит, иногда были такие моменты, когда мы приезжали в какой-то клуб, и там какая-то там чекуля, типа, подходила, говорила, о, типа, у тебя футболка Дольче Габана, значит, я в новой коллекции такую не видела, типа, почему у них, типа, знаешь, Дольче Габана сверху и снизу. Ну, как бы, они реально, вот, fake it until you make it. Он мне говорит, что у нас была такая тусовка, в которой нужно было так себя вести, если бы ты хотел как-то выжить, а мы, ну, как бы, они хотели быть важными. Он приезжал на свои девятки, но парковал ее далеко-далеко за углом. Он очень стеснялся, да, от того, что он на этой машине. Да, и уже шли, да, и уже шли, потом, типа, они такие крутые, типа, там, приехали на какой-то непонятной машине, заходили пешком уже сам в клуб, но парковали машину. А считаешь ли ты то, что мы настоящими друзьями, можно делать бизнес? Ну, я думаю, что да. Но я бы не стала. Я думаю, что да. Настолько все от людей зависит, знаешь, это настолько все субъективно. Смотря на моего мужа и видя, что вот они с Вальтером, я не знаю, сколько уже, больше 20 лет, больше 20, типа, там, 23 уже, наверное, да, они годы вместе делают бизнес. Ну, как бы, я в это верю. Я не делаю бизнес с друзьями, но я это не отрицаю. Относительно как раз-таки Тима и, так скажем, их расхода, да, и так далее. Я просто помню, как раз-таки, как все начиналось, как они близко дружили, что это просто, ну, реально, вот мне казалось, что такая дружба, как у них, она может пройти, там, не знаю, огонь, воду и все остальное. И я помню, когда ты появилась в компании, да, там, все равно, так или иначе, это всегда, там, притирки какие-то происходят. Но новая девушка, там, тем более, Паш, там, лучший друг Тима. И, конечно, для всех, мне кажется, был большой шок, когда, ну, так получилось. Понятное дело, что они, там, с одной стороны, это все представили, ну, явно это, как бы, длилось, наверное, какое-то время, не сразу, не резко, знаешь, он просто решил выйти из своего. Наверное, у них какие-то все-таки были недопонимания в компании. Вот, в какой момент вот это произошло, ну, ты, как бы, ощущала? Слушай, я, когда шла на интервью к тебе, я знала, что этот вопрос будет, я говорю, Паня, вот, скажи мне по-честному, как мне на этот вопрос ответить, как будет правильно. Честно, это вообще их история, и я просто не имею права об этом говорить, потому что я, по сути, в этой истории вообще никто. Это история Вальтера, Тима и Паши, когда они захотят, они расскажут. Да. Если захотят, не расскажут, поэтому... Хорошо. Я просто хотела, почему я этот вопрос задала, потому что я хотела спросить тебя вот этой вот сториз, которую выложил Тим, и, собственно, вообще твои отношения с ним на сегодняшний момент. Он где-то полгода назад выложил сториз, в котором написал. Интересно, артисты, которые гордятся первыми местами в iTunes в день релиза, знают, что они номер один только на этой платформе и больше вообще нигде. И стоит это около 20к рублей в сутки. Ну, дальше он там еще что-то выкладывает. Интересно, я угадала твой тариф, никогда не бери на себя то, что ты априори не вывезешь. И в Телеграме стали писать во всех пабликах о том, что он имел в виду тебя и Дакоту. Ну, как бы Риту. Не я? Ну, вот сейчас я объясню. Да, серьезно? Сейчас расскажу. Просто Рита среагировала на этом и там выпустила какой-то, не знаю, там сториз на этот счет. А вы как бы с Пашей никак не среагировали. Но опять же, возможно, он не про тебя говорил, возможно, это была как раз-таки Рита. Честно, я первый раз вообще слышу эту историю, вообще первый раз. Во-вторых, я очень сомневаюсь вообще в этой истории, потому что Тим очень давно в музыкальной индустрии. И Тим прекрасно знает, что он на чат iTunes уже давным-давно, никто не смотрит в принципе. То есть iTunes, ну, как бы это, грубо говоря, для лохов. Ну, то есть есть чарт Apple, топ-100, есть там ВК, Яндекс.Музыка, Спотифай. iTunes, это, ну, не знаю, мне кажется, это какая-то, короче, ошибка. Не мог Тим написать про iTunes. Нет, то, что он это писал, нет, 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 это 100% он писал, это как бы его скрины, это то, что он писал. Ну, я не знаю. То есть это просто в Телеграме стали как бы обсуждать, кому он мог посвятить эти сториз. И как бы предположили... Ну, точно не мне, просто по той причине, что я никогда не пишу про iTunes. И Паша тем более. То есть Паша, когда я слышу слово iTunes, он начинает трясти, потому что он говорит, «Вы что? Какой нафиг iTunes? Это же для лохов!» Вот ты понимаешь, что есть мировой топ-чарт музыки, мировой. И первое место этого черта уже месяц, наверное, трек, который написали ребята из Blackstar LA. Ну, то есть почему об этом никто не пишет? Если у нас кто-то, блин, пукнул в микрофон, об этом все пишут. А когда... Подожди, не пишут, потому что изначально таким флагманом, да, компании Blackstar был тиман, просто потому что он был лицом, так скажем. Понятно, что ребята, они там, может быть, даже в 10 раз больше работали, но лицом всегда был тиман. Поэтому все, что он писал у себя, там, не знаю, о чем говорил, это всегда подхватывали все СМИ. Сейчас, конечно, они будут так писать именно о Blackstar, потому что тиман уже не там. А ребята, они все-таки больше про бизнес, чем про то, чтобы транслировать свои успехи, допустим. Хотя они их тоже транслировают, но все равно это не имеет такой резонанс. Ну вот это, короче, иногда подбешивает. Ну, то есть, меня вот конкретно, меня это чуть... Или, знаешь, там, типа, вот покажи мне хотя бы один, да даже не лейбл, человека, который где-то там в Европе мог где-то взорваться. Сейчас у Blackstar реально лейбл во Франции с Гимсом. Гимс это номер один, ну, как бы, в топ-5 европейских артистов. Это их партнеры в Европе, но об этом тоже, знаешь, типа, никто не говорит. А по поводу Тима я вообще супер рада, ну, как бы, опять же, это к тому, что мне... Ты просто раньше считала, что он очень талантливый артист? Я сейчас считаю, он, ну, для меня вот его песни «Не сходи с ума» до сих пор одна из самых моих любимых. Песня еще времен очень. Да, но это же не говоришь, что он не талантливый. Для меня, ну, реально, он очень талантливый. У него очень крутые тексты, мне он нравится, ну, то есть, реально нравится. Ну, то, что сейчас он делает, последний его альбом, ты слушала? Нет, не слушала. А трек как это «Эль проблема» «Ламбо Элифера»? У меня проблема «Ламбо Элифера»? Ну, я его слышу периодически, вот эту фразу «Эль проблема» «Ламбо Элифера», я, конечно, это все слышу, но я не слушала трек. То есть, у тебя в твоем плейлисте не играет, Тимоти? Нет? Нет. Когда я смотрела твои дуэты, я обратила внимание, что у тебя в основном мужчины, с кем ты писала дуэты. И ты где-то даже говорила в каком-то интервью о том, что как-то в России у нас не принято женщинам с женщинами записывать дуэты. Ну, как-то это считается странно. Я тоже подумала о том, что действительно очень мало дуэтов, как бы женских дуэтов. В основном все-таки мужчина-женщина. И поэтому я решила, что мы тебе сейчас предложим варианты наших девушек-исполнительниц. Я тебе буду называть двоих, ты выбираешь одну из них, и в конце мы найдем финалистов. Класс. Класс, давай, супер. Класс, может быть, все-таки запишут когда-нибудь свой дуэт. Буду называть тебя в основном молодых начинающих или уже начавших, ну, в общем, о ком говорят сейчас. Мэри Крайнбери и Мэри Гу? Ты решила сразу так, по жестичку. Наверное, Крайнбери. Зиверт или Клава Кока? Ну, конечно, Клава Кока. Я не смогу променять своих на ни на кого другого. Назима или Люся Чеботина? Назима, конечно. Ну, честно говоря, мне вообще кажется, что у Назимы один из самых сильных голосов вот среди вот молодой тусовки. То есть, понятно, я не говорю сейчас про Полину Гагарину, она вообще для меня номер один там Брани Лорак. Но вот у Назимы у нее просто сумасшедший вокал. Вообще просто космос, поэтому Назима. Валя Карнавал или Настя Решетова? А Настя же тоже допела, понимаешь? У нее же песня появилась. Не, ну, нет. Ну, Лаура, ты посмотри, что творишь. А ты говоришь про человеческие все дела. Ну, тут тяжело говорить про человеческие дела, потому что мы, как бы, да, с Настей знакомы, но мы никогда так супер подружески не общались, поэтому... То есть, подружками не были? Нет, подружками не были. Ну, в связи с последней вот этой вот историей, что Ю, как Валя Карнавал, поругалась с Ларисой Долиной. Ты смотрела этот проект? Нет, я видела только кусочки, и, конечно, эти кусочки вырезаны так, как кому выгодно, но то, что увидела я, мне не очень понравилось, как она общалась. То есть, я полностью поддерживаю ее позицию. Ты не говорила, как Валя отвечала. Да, я поддерживаю 100% Валину позицию, 100%. Но все-таки уважение к старшим, тем более, ну, как бы, к уважаемым старшим, оно должно проявляться. Поэтому мне не очень понравилось, как она себя вела, поэтому, короче, за Настюху. Просто Лера или инстасамка? А просто Лера это кто? Певица. Просто Лера. Просто тебе не нравится инстасамка? Да не, ну это вообще, ребят. Для меня человек, который понимает, что он может заработать деньги, унижая людей, это уже сразу, ну, короче, сразу отмена. Короче, сориа. Просто Лера. Просто Лера, хоть тебя Ханна не знает, но тебя выбирает. Значит, теперь у нас образовалась пара Мэри Крайнбери или Клава Кока. Клава Кока? Мэри, прости, Клава пока побеждает. Значит, Назима или Настя Рештова? Ну, Назима. Назима. Так, и получается, что каким-то образом у нас просто Лера, без пары, просто Лера, тогда остается просто Лера и Клава, Клава, конечно, и остается Клава и Назима. А теперь, пожалуйста, да? Это сложный вопрос. Так, нечеловеческие качества, музыка, творчество, вот с кем бы ты записала фит? Смотри, у Назимы, у Назимы очень крутой голос. Она очень такая вся творческая, она очень такая вся вот глубокая, вот про любовь, такая романтическая. Клава Кока – это девочка-праздник. У-ху! Поэтому я за праздник. Давай за Коку. Да. Так, вообще-то, как бы, лейбл Black Star принадлежит твоему супругу. И почему до сих пор не было фита? Я не понимаю. Слушай, я вообще никогда в жизни никому сама фиты не предлагала. Вообще никогда. Может, пора начать? Да нет, ну, я делаю музыку, от которой сама кайфую. Я делаю музыку, которая мне нравится. У меня нет цели, типа, больше заработать, или у меня нет, ну, как бы, она есть, но она не первостепенная. У меня нет цели, типа, быть на хайпе. Я просто по жизни реально кайфую. Вот все, что меня окружает, это реально, знаешь, как говорят, сделано с любовью. Вот это чисто про меня. Поэтому кому-то что-то навязывать я не хочу. Если бы у меня стояла проблема в том, что, так, мне нужно больше концертов, больше, там, денег, больше, там, того-то, того-то, наверное, я бы искала варианты, как что-то делать пошустрее. Но пока мне все устраивает, я вижу, что у нас, еще раз повторюсь, все как бы растет, поэтому нет вот этой необходимости навязывать. Слушай, ну, вот Кока, да, она сейчас такая прям востребованная тиктокерша, ютюберша, вообще она в пространстве, в интернет-пространстве очень активно себя как-то развивает, проявляет. И как раз, мне кажется, ты тоже начала тикток там свой развивать, что-то там снимать. Ну, может, вам как-то все-таки... Слушай, ну, мы делаем коллаборации постоянно. Ну, снимается, да, но я имею в виду, какую-то музыку записать, трек, который залетит в тикток, например, да, там же очень часто многие артисты просто вот именно в тикток запускают свой трек, и чтобы он начал качать. Ну, вот смотри, опять же, вот чтобы ты понимала, как на самом деле это происходит, у артиста, который работает над своим творчеством, ну, как бы не вот это вот фреш... Фрешмена. Фрешмена, да, а вот, ну, как бы вот тут у нас, у людей, которые уже там что-то делают постоянно, нам стоп по жизни. Ты тоже сноб, походу. Нет, я на самом деле за очень, даже на лэбе, на Блокстаре огромное количество молодых артистов, ну, просто они к этому просто относятся. А мы к этому относимся, ну, у нас, допустим, да, вот в Блокстаре, там, я говорю про Пашу, вот, сегодня приедет к нам на собрание, посмотрите, как это все происходит. Очень четко, то есть у нас супер все системно, у нас есть понимание, когда будет следующий трек, какой это будет трек, когда будет там следующий, следующий трек. То есть примерно на полгода вперед у нас про релизы абсолютно все расписано. И такого, что типа я тебе позвонила и говорю, давай фиточек, а все, давай, сейчас мы его выпустим, так не бывает. Здесь ребятки пишутся. Приветики. Здрасте. Никого там нет? Здрасте. Привет, ребят. Привет. Что-то у нас никого тут нет, да? Здрасте. Room R. Би. Короче, здесь одна комната, вторая комната. Здравствуйте. Тук-тук. Привет, Макс. Мы на пятик, хорошо? Здрасте, а можно мы просто подсъемчик маленький? Тут, короче, пишутся все хиточки Блэкстара. Так, кто здесь писал музыку? Ну, слушай, тут все, Натанчик вот недавно тут писал, да? То есть я с микрофоном, в который пишут все артисты Блэкстара. Да. И Клава. И Клава тоже, да. Слэйм. Все друзья вот подышали. Теперь скажешь, что Лаура тоже дышала. Никто меня не знает, ну? Не понятно. Ну, вот здесь тоже классная очень студия, мне нравится. Я, когда приезжаю к ребятам, что-то записывать, пишу здесь. Такая она атмосферненькая. То есть ты здесь тоже пишешься, да? Да, да, да. Чтобы ты понимала, вот как стоят платиновые или золотые диски артистов. Ну что, ребят, что будем петь? Ребята серьезные, они меня выгонят. Они не слышат себя, потому что у меня микрофон не работает. Черт. А как вот здесь вообще понять, что происходит? Ну, это кто-то записывался, эти что-то дорожки вокалов. Вот это вокал, 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 вокал. Походу, чей-то трек сейчас миксуют, сводят. Так, интересно. Не лето. А, все, пошли, все, пошли. Тут, короче, постоянная движуха. Мой, мой любимый, мой любимый персонаж, Алишер, который в нашем каждом выпуске. Мы обязательно о нем говорим, пожалуйста. Вот здесь вот, как диск. Алишер, ты видишь, я в каждом выпуске о тебе говорю, пора уже прийти к нам. Выбери свой путь наверх, друзья. Убирайте. Верно. Здесь отделы цензирования, маркетинг, пиар-отдел. Система здания контента. Все уже ушли домой. Кто-то еще, кстати, работает. Здрасте. Здравствуйте. Приветствую. А как вас зовут? Катя. Катя, а чем вы занимаетесь? Прекрасно, Катя. Вам прибавку к зарплате мы попросим, раз вы задерживаетесь на работе. Привет, Паша. Там вообще есть Катя, которая занимается контентом, и ей нужно прибавить зарплату, потому что она до 8 вечера работает. Я уже договорилась. Привет. Я сказала, что я замолвлю словечко просто, что я попрошу о прибавке. Она там сидела и вовы рук не заглянула. У меня, знаешь, какой вопрос возник? Когда ты сейчас берешь какого-то артиста, или, допустим, взять Ханну, да? Для того, чтобы поставить ее трек на радиостанцию, что для этого нужно? Ну, помимо того, что, хорошо, прикольная песня, ну, существует ли все-таки некая конъюнктура, некая, не знаю, коррупция, так скажем, по-прежнему? Нет? Нет. Ну, правда. Нет, правда, нет коррупции. Что, сейчас не берут деньги за то, чтобы поставить трек? Нет, не берут, правда, честное слово. Контент решает все, поэтому, какой контент стоит, такие, наверное, рейтинги. То есть, если песня не нравится, ее никак не возьмут? Даже если песня нравится, но артист не сформированный, вероятность того, что его возьмут, она близка к одному проценту. Ты можешь быть очень, условно, там популярный в сети, но если ты попадаешь в федеральные ротации, не так, что там ты на одной радиостанции 2-3 раза в день, а прям в федеральные. Гонорар в течение 2-3 месяцев должен вырасти процентов на 30 сразу. Ну, слушай, а есть ли шанс у тех, кто не встает все-таки, кто, получается, неформатный? Да, конечно, есть ли шанс? Есть ли шанс? И полно таких артистов, которые не стоят на радио и все равно востребованы. Ну, Оксимирон, например, я просто помню, что он же не стоит вроде нигде, никаких ротаций, потому что у него музыка неформатная. Макс Корж, допустим, не стоит на радио, при этом собирает десятитысячники. То есть это не панацея. Радио не является там больше прям вот ключевым «да-нет», он дополнит тебе аудиторию в том формате, на котором радиостанция работает. В частности, в поп-музыке и в рок-музыке и в шансоне это добавляет. Слушай, ну а вот кто из твоих артистов, да, стоит на радио и не стоит, наоборот, и при этом... Ну, хорошо стоит Клава Кока, сейчас она Цаев стала на радио, она там периодически играет. Марвин режет, ну, реже, то есть на определенном количестве радиостанций. Мод стоит на... Мод, да, мне кажется, он такой прям, все, что делает у него, оно... Не стоит пока, ну, слэйм не стоит, при этом как бы для нишевого, там, и для стриминга, и для концертов, он, я не могу сказать, что прям вау, но неплохо себя чувствует. Кто еще? Слушай, а вот... У меня просто нишевых артистов на самом лейбле Blackstar нишевых артистов не так много. На саб-лейблах есть нишевые артисты, их вообще, они не стоят на радио, но они их хорошо собирают. Слушай, ну вы все-таки заточены, мне кажется, да, на коммерцию больше, да, на то, чтобы эти все артисты стояли? Да, мы точно заточены на коммерчески успешные продукты, но у нас есть саб-лейбла, на которых есть артисты, которые к популярной музыке в чинку отношения имеют. У нас есть, допустим, там, проект «Три дня дождя», Глеб, мегаталанты, он рокер, и вот он собирает уже там по полторы тысячи человек, его нет в никаких радиостанциях. Слушай, а вот Егор Шип и вот там какие-то еще у вас есть блогеры, с которыми вы сейчас работаете, они как бы у вас на лейбле или они все-таки больше под какими-то коммерческими проектами? Те, кто на лейбле Blackstar, как бы это те артисты еще со старой закалки, на лейбл Blackstar мы приняли решение не подписывать больше артистов, они будут переходить трансферами с саб-лейблов, если у них у самих будет желание в тот момент, когда они будут очень популярны, чтобы на лейбле Blackstar были только звезды. Вот, с теми артистами, у кого не получается, ну, как бы там, либо с нами работать, либо самим двигаться, мы потихонечку, как бы, заканчиваем отношения на хороших нотах. На, соответственно, все остальные там артисты, которые в нашем контуре оказываются, это артисты саб-лейблов, с которыми мы работаем в другом формате. Ты про Егора Шипа мне не ответил. В том числе. Понятно, а почему ты так, как бы, это, типа, не обсуждается? Это, как бы, секрет или что? Ну, это не секрет. У него же подписано Global Star, у него подписано его. Это рекламное агентство Global Star его курирует. Да, ну, и это, как бы, вы же занимаетесь. Мы много с какими артистами занимаемся. Окей, ладно. Давайте тогда поговорим о собраниях, которые у вас здесь происходят. Значит, раз в неделю вы собираетесь, что вы здесь обсуждаете, что сейчас вы будете обсуждать? Мы два раза в неделю встречаемся, не раз в понедельник четверг. Да. Ну, теперь да. Ты расскажешь. Да, я расскажу, потому что, чтобы это случилось, мне нужно было… Мне нужно было очень и очень много нажимать, 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 потому что, честно… Ну, ты можешь себе представить, да? Мой муж, один из самых успешных… Он хочет меня по бабкам обогнать просто активно. Один из самых успешных… Чему нет? Чему нет? Ты не против? Нет, только за. Один из самых успешных продюсеров, да? Я, конечно, против, но… Пань, сеги пока помолчи, но я здесь, босс, сейчас, ладно? В общем, и вот он, значит, все постоянно, каждый день дома, когда после работы рабочий день заканчивается, мы, значит, слушаем. Так, надо было здесь, так, это, все, у нас стратегия такая, тут, здесь, там… Я говорю, Пань, ну ничего, если я, как бы, твой, вообще, твоя жена и тоже артист. Ну, как бы, не хочешь какое-то, ну, принять счастье в моем творчестве? Он говорит, ну, я же, вот, занимаюсь своими треками, там, на радио же, вот, там, это самое… Я говорю, слушай, помимо радио есть еще просто дохрена вопросов, которые постоянно возникают. Это когда вы обсуждали? Когда этот был разговор? Ну, мы постоянно об этом обсуждали, но полгода назад мы… То есть, это была единственная, на самом деле, такой… Точка конфликта. Точка конфликта, да, в наших отношениях. Потому что я постоянно ругалась, что он очень много всего делает, но для всех, кроме меня, для меня он не использует свои ни знания, ни инструменты, ни возможности в отношении моей карьеры. Точнее, не использует знания, а не знания. Знания. Да, знания. Я говорю, знания. 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 Вот, значит… А класс, мне понравилось, давайте еще. Значит… Ты сбил… Я просто напоминаю на всякий случай, что это мое интервью, просто на всякий случай. Я понял. Вот, и я постоянно об этом говорила, говорила, мы очень жестко по этому поводу ругались. И он такой сначала возмущается, возмущается, потом смотрю такой, типа, ну понял, что неправ, сам такой подходит. Ну ладно, ладно, давай. Ну и каждый раз он говорит, ну все, давай, назначь мне собрание. Я говорю, в смысле назначь? Ну, как бы, хочешь, назначь сам. Ну и вот он теперь назначил, у нас есть собрание. Последние полгода примерно каждый… Сначала мы раз в неделе встречались, потом начали два реально встречаться. Ну хорошо, ну что вы на этих собраниях обсуждаете? Лаур, у нас, ну ты просто не понимаешь количество вопросов, которые у нас есть. То есть, помимо того, что у нас постоянно какие-то релизы происходят, мы обсуждаем контент-планы по релизу, там, места референсы по съемкам, мы обсуждаем запуск каждого трека. Там у нас еще есть Smake It Music ребята, которые периодически тоже с нами на собрании присутствуют. Помимо, в общем, музыкальной части, мы разбираем контентную политику по разным социальным сетям. Что снимать, как снимать, какие результаты дало, анализируем, почему это дало или не дало, чтобы иметь эти данные. Рекламные проекты. Да, разбираем рекламные проекты, какие заявки приходят, как их отрабатывать, потом, что мы еще там делаем. Мне вот Ханна сегодня сказала, что у вас там есть некий план на год, то есть, с кем вы, когда, что вы выпускаете и так далее. Потому что я говорю, почему ты не запишешь дуэт с условной Клавой Кокой, потому что мы сейчас как раз предлагали, я и предлагала варианты дуэтов. И так получилось, что у нас в итоге в конце этой игры осталась Клава Кокой. Нужно было выбрать между Кокой Решетовой или зимой, например, я выбрала Коку. Ну, выбрала Коку, в итоге Ханна, и, значит, я говорю, почему нет дуэта, она говорит, ну так не работает, нужно как-то это спланировать, заранее как-то это вписать. Я говорю, а почему так не работает, в смысле, как бы сейчас как раз все так работает, мне кажется. Что вот захотел сегодня, это актуалочка, сегодня ты видишь, что человек на хайпе и востребован, и ты быстренько с ним что-то ворганжи. Конечно, смотри, это, в принципе, это так работает. Я так и сказала, это работает, просто не в нашем случае. Это именно так работает, просто это, первое, это не в случае Ханны, потому что у каждого артиста есть определенная своя аудитория. И скрещивать двух артистов нужно по принципу одинаковая аудитория, иначе эта песня ничего не даст ни одному артисту. Аня, если спустится на, и будет какими-то там условно такими словечками, это будет выглядеть глупо, а Клава, если будет умным, взрослым, это просто никуда не зайдет. Потому что аудитория, которая воспринимает Клава, она помоложе. Собственно говоря, это так работает. Конкретно в случае с Милохиным и с Басковым, как и в случае с Кридом и Филипповым, это очень большая разница в возрасте и определенном, как бы, там Киркоров и Басков на определенном уровне стоит. Это такие вот старого поколения звезды. Поэтому на таком контрасте это работает. Понимаешь? То есть, просто вот записать Хани с Клавой дуэт не даст ни то, ни другое ничего. То есть, ты это хочешь сказать? Нет, это не даст ни Клаве, не даст ни Ани глобально, и песня не получится. То есть, не получится той песни, которая людям будет нравиться. Понимаешь, о чем я говорю? Блин, я никогда об этом не думала. Я тебе говорю, это просто человек, который... Мы просто заморачиваемся. Ты понимаешь, у него есть целый отдел. Вот мы вчера тоже лежали в ванной, у нас такая дискуссия была по поводу музыки. То есть, ты не понимаешь, как они к музыке относятся? Это не так, как... Это не так, как все. Смотри, просто был период, когда, условно, мы работали, когда в команде был Тим, и мы двигались определенными трендами. И двигались, потому что у Тима было определенное... Ну, как бы, мы через него двигались. Он был фронтменом, и мы через него это делали. Когда его не стало, мы стали относиться ко всем нашим действиям и продуктам, как продуктовая линейка. Не говори, когда его не стало, когда он... Ну, в смысле, когда его не стало в Blackstar, и когда, как бы, мы разошлись. Мы стали относиться ко всем своим продуктовым линейкам, как полноценный продукт, который должен жить сам с собой. Я недавно с Бартышем, с Юрой встречался здесь. Мы обсуждали там один проект, который хотим вместе сделать. Юра Бартыш – это продюсер квестов, грибов и так далее. То есть, это вот для меня очень-очень уважаемый чувак. У меня такую фразу... Кумир его. Он мне такую фразу сказал, он говорит, Паш, слушай, хочется, как бы, вот так вот слепить, чтобы ты вот посадил человека в самолете и запустил, и он полетел. И, как бы, вот такие вот слова, они у нас внутри, и они объясняют тебе, как ты должен подходить к каким-то вещам, чтобы не от трека к треку с артистом работать, а сделать такой проект, который всем понятен будет, как бы, и он будет ехать. У нас есть рубрика «Ассоциации», где мы тебя называем героев, людей, а ты говоришь, с чем или с кем ассоциируется, может, какую-то интересную ситуацию с этими людьми ты рассказываешь. Итак, Егор Крид. Я, короче, скажу, как есть, мне очень нечего скрывать. Я очень долго с Егором очень дружила, и, в принципе, я была, наверное, первым человеком, который его увидел после Пашу. То есть Пашу его нашел в интернете, менеджера, наверное. И мы тогда только-только познакомились с Пашей. Он прилетал ко мне в Киеве и показывал мне на ноутбуке Егорку, где он пел «Не сходи с ума, кавер на тиман». И говорит, ну как тебе, парень? Я говорю, блин, классный, вообще надо, короче, убрать. Это, по-моему, был один из первых артистов, кого они вот так вот нашли в интернете и подписали. И мы с ним очень, как бы, начали, ну, то есть мы с ним реально очень, не то чтобы плотно общались, но как-то были на одной волне. Потому что он такой был, знаешь, душевный, короче, парень. У нас были там свои всякие там секретики. Я его, когда встречала, прям искренне радовалась, ну, прям искренне. Но мне кажется, что Егор Крид тогда и Егор Крид сейчас — это два разных человека. Поэтому он в моих воспоминаниях и вообще вот для меня остался тем Егор Кридом, который был раньше. Я ничего не знаю про Егор Крид, который есть сейчас. То есть я на него не подписана, я за ним не слежу, мы не общаемся, я не знаю, ну, то есть я там вижу… Ты после того, как он с лейбла ушел? Да даже нет, просто он сделал какие-то вещи, которые, опять же, в моем понимании он не должен был делать. Ну, я даже не обижу. Он знает о том, что тебе эти ситуации не понравились? Ну, я думаю, да, я думаю, что, конечно. Звездная болезнь какая-то у него началась? Да я не знаю, может быть, просто он стал как бы больше в себе уверен, может быть, он стал больше понимать, что нафиг ему быть таким хорошим, он хочет быть таким вот, какой он есть, ему не нужно ни под кого подстраиваться, ему не нужно никому там лишний раз зря улыбаться. Ну, много нюансов, не знаю, просто вот он… Ну, что такое звездная болезнь? Вообще, для меня звездная болезнь, это не у человека… Человек может быть со звездной болезнью, будучи непопулярным. И я бы не привязывала звездную болезнь к популярности. Потому что вот есть, допустим, Сережа Лазарев, да, он же, ну, капец, какой популярный человек. Но, честно говоря, вот адекватнее человека среди артистов я вообще не встречала. То есть он настолько, ну, то есть… Ну, короче, вот просто one love, реально. Ольга Бузова. А Ольга Бузова с чем ассоциируется? С… Ну, она рыдает всегда, плачет. Это, короче, первое, что приходит мне, ну, как бы, когда вот я слышу Ольгу Бузова, она почему-то у меня картинка, что она плачет. Манижа. Манижа, конечно, ассоциируется вот с этим скандалом, который сейчас в социальных сетях разгорелся. Честно признаюсь, я даже песню не слышала, о которой сейчас все говорят. То есть ты не смотрела этот конкурс? Не смотрела. Не смотрела. Не знаю, про что речь. Знаю, что прям скандал какой-то сумасшедший, там все пишут эти паблики, не паблики. Ну, короче, я прям реально очень часто в актуальных в Инстаграм попадается. Но, знаешь, короче, я так привыкла жить, и, наверное, меня так воспитали, что вот все то, что у тебя есть, время, энергия, ресурсы, ты должна направлять на себя и на свое развитие, и на свою семью. Все. Да, ну вот Манижа все-таки, так или иначе, она твоя коллега. Да. Вместе выступаете на сцене. Мне кажется, что, ну, в принципе, где-то могли пересекаться. Ни разу вообще. Ни разу не пересекались. Ни на концерте, ни на съемках. Евровидение, конкурс, в котором очень многие артисты хотят принять участие, да, и очень многие там пытаются попасть и стать вот именно тем самым представителем, да, от страны, который поедет там выступать. Ты никогда не хотела поехать на Евровидение? В моей жизни было столько конкурсов. Я занималась спортивными бальными танцами, я знаю, что такое конкурс. То есть я участвую в огромных количествах конкурсов красоты. В моей жизни было столько вот этого борьбы, соревнований, этих конкурсов, место, не место, кто что сказал, почему он так сказал. Столько многого этого было, что я, короче, мне это не нужно. У меня есть огромное количество других вариантов, где я могу черпать эти эмоции для того, чтобы по жизни кайфовать. Мне это вообще вот неинтересно. Подожди, то есть если тебе предложат поехать на Евровидение? Конечно, Лаура, во-первых, кто мне куда предложит, а во-вторых, я бы, даже если бы мне заплатили, не поехала бы. У меня нету какой-то цели стать, знаешь, народным артистом. У меня нету какой-то цели, вот опять же, съездить на Евровидение. У меня есть другие цели. Я хочу, чтобы вот, то есть, знаешь, когда я приезжаю на концерт, на любой свой концерт, и вижу, как не молодые девочки, а взрослые, там, чекули, такие, ну, неважно, там, сколько они успешно, не успеют, но состоявшиеся личности или мужчины, как мы сегодня говорим на моем концерте, поют от и до мои песни, при этом остаются после концертов, дарят мне кучу подарков и говорят, что, типа, Ханна, я тебя люблю. Вот для меня это, ну, просто, ну, ты не понимаешь. Я, блин, вот можно у моей команды спросить. Бывают единичные концерты, когда я не на сцене, не заплачиваю. Потому что, как правило, я всегда, у меня начинают слезы на глазах выступать, потому что, ну, это реально, ну, как бы, это кайф. И для меня вот это важно. И я сейчас не строю себя, типа, такую, типа, мне нужна народная любовь. Нет, ну, просто, я не хочу, то есть, даже, там, знаешь, эти премии, это, конечно, все круто, это здорово, это новая аудитория, это определенный хайп. Но я не хайповый человек, ты прекрасно знаешь, сколько, да, мероприятий каждый день. Я могу ходить просто с утра до вечера на мероприятия, но для меня просто важны другие вещи. И это просто я. Я хочу ложиться ночью спать и не думать о том, что, там, зачем, почему, кто, как, чего. Я хочу понимать, что я ложусь спать, я понимаю, что я, это я, я себя не изменила. И как бы мне не важно было, там, с новым треком пойти по всем мероприятиям, чтобы все меня пофоткали, чтобы я была у всех на виду, но мне это не важно, короче, вот. Ну, да, я вообще заметила, что ты как-то немножко особняком держишься вот в шоу-бизнесе. То есть ты не стараешься ни с кем дружить, никому залезть, извиняюсь, жопу. Да. И хотя шоу-бизнес достаточно конъюнктурная следа, в которой, ну, как бы, если ты с кем-то дружишь, да, ты можешь получить больше, там, всяких ништяков, так скажем. Ну, а ты почему-то этого не делаешь. Я, кстати, обращала на это внимание, что ты как-то обособленно немножко держишься. Более того, я недавно была на мероприятии на одном, на премии на одной. И вот я приехала с чистой совестью, думаю, сейчас покайфую, классную музыку послушаю, на людей посмотрю, на крутые выступления посмотрю. И я, короче, пока мы зашли в зал и ждали, пока все соберутся, я наблюдала эту картину. И вот я тебе честно скажу, меня просто раздирало. Я думаю, ну, ёб твою мать, ну, как можно так, так себя вести, короче? Ну, как ты можешь? Ну, короче, честно, я в шоке. Я не знаю, как это у людей. Это ты про конкретных артистов? Ну, вообще, знаешь, про конкретных людей, про конкретных артистов, как они вот из себя вон лезут, чтобы, типа, ой, ну, блин, ну, короче, я не могу так. Честно, я не могу на это смотреть. Мы отсидели ровно два номера, я говорю, Паня, пожалуйста, пошли. Так бы я не хотела посмотреть классную премию, я не могу. Вот эта несправедливость, она меня, я не знаю почему. Честно, я не могу сказать почему. Но я не могу улыбаться людям, которые мне... Ну, когда ты, типа, говоришь, что, типа... Ну, короче, когда ты говоришь, что этот человек, ну, допустим, там, да он вообще петь не умеет. Чего он вообще поет? А потом, ты же моя краса, ну, что за пла... Ну, ты моя радость. И я так смотрю, думаю, ну, ты же, блядь, неделю назад говорил, что она петь не умеет. Джиган. Джиган. С чем он у меня ассоциируется? Значит, во-первых, я... Паша очень часто про него... Ну, то есть мы, как бы, раньше же хорошо общались, да, потом мы перестали общаться. И Паша про него всегда говорил, прям дословно, что он верный очень. То есть вот, как бы, у меня Джиган ассоциируется только со словом верный и с Пашиной уст. Конечно, в моих глазах он так не выглядит, но это просто единственная, какая ассоциация у меня с ним есть. Потому что Пашу всегда говорил, типа, ну, там, когда были какие-то... там, ну, разговоры, конфликты или какие-то ситуации, он всегда говорил, он там, Джигана, знаешь, как горой. Вы сейчас не общаетесь? Нет. Ну, вот с тех пор, как он с лейбла ушел, мы особо, ну, не общались. Даже не видим все, кстати. Хотя странно. ДАВА. ДАВА, это который с Ольгой Бузовой встречался. Да, блогер, который сейчас пел песню с Киркоровым в дуэте. Роликс. Роликс. Короче, ассоцируется, он какой-то несерьезный человек, мне кажется. Ну, короче, я не знаю, просто я тоже за ним не слежу. Вот я знаю, что он встречался с Бузовой, там, помню, поженились они даже, да? Нет. У них свадьба была, я видела. Ну, это просто на мальтивах там. А, это просто на мальтивах там. Все. Ну, в общем, он такой, как знаешь, ну, короче, вот, типа, какой-то он как будто несерьезный. Типа вот такой, типа, все по прикольчику ему. Ну, у меня такие ассоциации. Я с ним не знакома, за ним не слежу, но он такой какой-то. Он же взрослый уже, да? Слушай, нет, он не очень взрослый, ему сколько, 28? А, да нет, да ладно, серьезно? Да ладно. Серьезно? Да. А, я думаю, он лет 40. Мы про того Даву говорим? Да. Ну, про который с Бузовой. Да? Нет, мы не ссорим. Дава, прости. Нет, я честно, я просто думаю, поэтому он несерьезный для меня. Просто кавказские мужчины обычно всегда, мне кажется, немножко выглядят чуть старше. Так он вообще... Ой, так неудобно. Да, нормально. Ой. Я думаю, что он тебя простит. Красивая девушка. Да, все нормально. Он красивых девушек любит. Ой, что мы приехали, да? Капец, неудовняков. 40 лет. Стоп. Ужас. Все-все-все пункты, вопросы, которые мы записали, текстом скинь мне, пожалуйста, в Телеграм и запиши вопрос от Адель по поводу Андрея. Прям дополнительным пунктиком. Хорошо? Хорошо. И Марьям по поводу подводки. Два пунктика допиши. Подводки. Просто напиши, я пойму. Угу. Просто, короче, списком все пункты, которые мы обсудили по задачкам. Плюс туда добавь Марьям подводка, я пойму, что это такое. И Адель, мастер Андрей. Я пойму, что это такое, потом с тобой обсудим. Хорошо? Только пунктом прям все напиши, я тебе там скину по задачкам, что еще надо сделать. Договор? И то, что ты хотела обсудить, давай в другой раз уже обсудим. Все. Все. Давай. Все. Пока. Если что, на часах в 12 ночи Анна продолжает раздавать разные распоряжения. Хороший руководитель. Я? Да. Ну, мне кажется, хорошая. Ну, я вообще очень хорошая. Стреливый и уяльный. Ну, ты моя заяк. Так. Тоже доплата. Доплата к зарплате идет. Нет, это правда. Я считаю, что я хороший руководитель. Правда. В чем секрет успех от твоих салонов? Потому что все с душой. Ты знаешь историю открытия моего самого первого салона? Я все это знаю, потому что я, конечно, готовилась к интервью, но думаю, что, может быть, те, кто впервые смотрят с тобой интервью, им будет интересно. Это реально очень интересная история, потому что, короче, весь бизнес был основан на боли. У меня аллергия на тушь. Я вообще туши не могу красить. Я наращиваю ресницы очень-очень, короче, давно уже. И когда я переехала в Москву, я очень долго не могла найти своего мастера. Я, короче, и туда ездила, и туда. Я, знаешь, и в Бутово поехала, и в Одинцово поехала. Короче, ездила по домам, искала ресницы и не могла найти ни мастера нормального. Это плюс всегда было очень долго, плюс эти пробки, плюс я приезжала, либо к кому-то на хату, знаешь, лежала, где рядом ковер висит, бабушка лежит. Я обожаю бабушек, но это не очень комфортно, когда ты к чужой бабушке приезжаешь. Или это был какой-то там супер салон, где наращиваю ресницы, стоило 10 тысяч рублей. Я физически понимала, что это столько не стоит. Либо, ну, короче, было куча разных нюансов. И тут, короче, значит, концерт, Новый год, и мы уезжаем в отпуск. Я понимаю, что ресниц вообще нет. Пишу помощнице, говорю, пожалуйста, срочно запиши мне в салон. Она говорит, Ханна, везде попыталась, короче, все забито, нигде мест нет. Я думаю, так, сейчас в Инстаграм сама кому-то напишу. Они меня узнают, скажут, конечно, Ханна, приходите, сделаю вам ресницы. Я написала в одну студию. Я говорю, девчонки, сделайте, пожалуйста, ресницы. Они говорят, Ханна, конечно, вообще с удовольствием сделаем. Приходите. Я говорю, класс. Она говорит, ну, нам нужна реклама. Я говорю, вы знаете, я не смогу рекламу сделать, я же не знаю, как вы наращиваете ресницы, как я могу вам сделать рекламу. Ну, как бы, короче, рекламу не могу. Но я вам заплачу в два раза, в три раза дороже. Они говорят, нет, ну, туда типа места нет. И, короче, я очень-очень жестко обломалась реально. И мы улетели в отпуск, по итогу без ресниц. Я вообще не могу уходить без ресниц. Ну, я не могу. Я весь отпуск говорю, Пань, ну, как так? Ну, как это возможно? Ну, короче, место же было, почему они меня не записали? И он говорит, слушай, ну, если это реально такая проблема, если тебя это так беспокоит, если ты не можешь нормально сделать уже, там, живешь в Москве, спасибо огромное, три года, не можешь при этом найти мастера, значит, это реально проблема. И наверняка таких, как ты, ты не одна, а есть еще. Он говорит, сделай свою студию красоты. Я говорю, блин, ну, типа, это классная идея. Мы были первой студией в Москве, мне кажется, вообще в России, которая использовала для наращивания ресниц кресла-реклайнеры массажные. Таких не было никогда. Все наращивали на кушетках вот на этих. Это было максимально неудобно, ты три часа лежишь на этой кушетке, я думаю, почему нельзя сделать нормальное кресло. Короче, мы закупили на заказ, нам заготовили эти кресла, я заказала айпады для каждого клиента, у нас были наушники, которые постоянно обрабатывались после каждого клиента. Мы заказали, закачали туда кучу классной литературы моей такой, знаешь, мотивирующей, позитивной. Очистители воздуха, вот, не знаю, практически ни в одной студии, если ты приедешь, ты не видишь очистители воздуха. У нас есть три, вот они стоят на подоконниках, угольные фильтры, такого, ну блин, они очень дорогие, их очень мало кто поэтому покупает, но я реально запариваюсь, потому что я сама здесь обслуживаюсь, и для меня очень важно, чтобы все было вообще на максимум. Поэтому мы сделали первую эту студию, где-то за месяц мы ее купили, и все, я поняла, что, ну, как бы это реально мне по кайфу, я в этом понимаю, я реально могу как-то все разложить по полочкам, я знаю, как это должно выглядеть, и вот все пошло-пошло-поехало, второй салон, третий, четвертый, пятый и так далее. Короче, поперла, ракета полетела. Ну, я думаю, что не стоит задавать вопрос, почему розового цвета студия, потому что, видимо, это твой любимый цвет. Честно, так случайно получилось, что я клянусь случайно, что я в этом костюме. Это, конечно, не мой любимый цвет, но я была в LA, зашла в один шоу-рум, и там все было такое розовое с такими цветами. Я думаю, блин, как же не хочется отсюда уходить. Вот просто, когда здесь солнце, ну, нереальная красота, и там тоже было так светло, я думаю, блин, какое кайфовое место, нужно такое в Москве. И поэтому вот я вдохновилась этим шоу-румом, и теперь здесь тоже все такое розовое с цветочками. Очень часто пишут в интернете, что ты делала пластические операции, но при этом ты сама это отрицаешь и несколько раз даже говорила, что девочки, я ничего не делала. вот почему все-таки тогда говорят, что ты очень изменилась? Слушай, я, короче, вообще, я вот, я не знаю, как я еще могу, ну, как бы, понятно, что мне это не нужно никому ничего доказывать, но я никогда в жизни ни разу, вообще ни разу в жизни не делала пластических операций, это правда. Единственная операция, которая у меня была когда-либо, это на родах у меня была Кесарева, это была единственная, короче, моя операция. Никаких других… Почему ты изменилась? Что ты делала, чтобы… Смотри, ну, во-первых, здесь посмотри на эти брови, вот эти брови из каких-то двухтысячных, но это честно, короче, это ужас. Но эти брови были у всех, ну, то есть… Тогда была популярна. Ну, короче, они были у всех, типа почему-то казалось, чем толще, тем, типа, ты круче, это ужас. Дальше макияж. Посмотрите, этот макияж. Я сделала в этом макияже все, что можно было, чтобы просто убить нафиг свои глаза. Ну, то есть, тут просто все, тут и смоки, и черный карандаш, и стрелка, ну, почему-то это не я делаю, это еще туда я… Вот, кстати, тоже очень важная информация. Вот это вот, когда ты работаешь с визажистами, а вот, ну, как бы, сейчас я не работаю с визажистами, я сама себя крашу просто потому, что, как бы, я понимаю, как я хочу и что нужно. Вот эта стрелочка на весь глаз, ну, это кошмар. Вот это что-то за смоки айс под глазами. Плюс нос, ну, как бы, он вообще ничем не изменился. Единственное, что сейчас я реально похудела. То есть, ты видишь, да, что, как бы, тут я прям плюшечка такая. Я реально сейчас вешу сколько, ну, там, 53 килограмма. Тогда, наверное, я весила, там, 58 килограмм, хотя мне здесь, наверное, лет 16-17. Вот. Губы, да, конечно, я делала и об этом никогда не скрывала. И говорила, что там раза три, наверное, четыре я их делала. И периодически до сих пор, когда у меня суперсухие губы, я их подкалываю гиалуронкой. Но с носом я ничего вообще не делала. Он какой есть, такой был. Единственное, что сейчас я его иногда правильно крашу для съемок, чтобы он был визуально уже. Это все. Ну, то есть, ты, косметологов, там, удалять, не знаю, комки биша или что-то еще делать? Я не разу, я очень хотела. Но, когда я смотрела видео, я, короче, понимала, что я не выдержу, поэтому нет. Я хотела. Ну, сейчас похудела и нормально вроде бы. Короче, комки вот этого биша я тоже не удаляла. Ну, а какие-то уколы ты еще делаешь, кроме губ? Я делаю, значит, все, что я делаю, это чистки на Hydra Facial постоянно. Ну, как постоянно, раз, типа, в 2-3 месяца в моем случае. Я делаю увлажняющие сыворотки на аппарате протусон. Я делала процедуру на аппарате альтера два раза. Реально охренительная просто процедура. Я не знаю, кто это знает. Да, я знаю, конечно, это такая штука. Все так, короче, все подтягивает супер. Вот даже, не знаю, видишь даже второго подбородка. Нет, типа, как будто скулы, но это не скулы. А у тебя что, обычно он есть? Обычно есть. Вот я просто сделала полтора месяца назад, и как раз, вот типа сказать, через полтора месяца не будет. Но реально нет. Хотя обычно здесь сейчас нет. Ну, короче, очень классная процедура. И иногда я делаю М22 на купероз, на красные всякие там высыпания, потому что у меня очень тонкая кожа, и любые там какие-то постакны, потом красные пятна. Вот я их убираю с помощью М22. Это все, что я делала когда-либо. Все. Филлеры, там не знаю. Филлеры. А, вот. Ну, я делаю на сослезку стабильно раз в там два года, потому что у меня, короче, я не знаю, видно это или нет, у меня вот с этой стороны выемка под глазом больше, чем с этой. Нет, это вы, к сожалению, не понимаете. Ну, короче, не важно. Ну, видимо, поэтому действует. Я хотела поделиться проблемой. Ну, правда, короче, филлеры под глаза я делаю. Там щеки я никогда не делала. Вот реально, что я делаю постоянно, это вот заполняю насослезку, зная, что очень многие говорят, что это вредно, что это нельзя, что она куда-то утечет, не утечет. Ну, короче, я не люблю болтать, я люблю делать. Вот я сделала насослезку, и губы там раз в три года уже, хотя, честно, я не знаю, когда я последний раз, ну, вот, там, года три назад колола. Это все, что я делала когда-либо. Очень хочу сделать, знаешь, это там липофилип, липоалип, ну, короче, высосает жир из животика. Очень хочу, но понятно, что я никогда не осмелюсь. Ну, живот хочу убрать. А у тебя что, есть живот? Ну, чуть-чуть есть, да, после беременности, после родов чуть-чуть. Ну, как бы все в форме, причем я занимаюсь спортом, реально, но он есть. Это просто не слушайте. Ну, не слушайте, правда, это сейчас пошел уже ночной бред. Она уже, да, уже не то. Но суть в том, что я даже это боюсь сделать, поэтому операции никаких не было. Я грудь очень хочу. Я знаешь, как хочу грудь? Ну, ты не знаешь, я очень хочу грудь. Ну, пока не решаешься? Ну, боюсь очень сильно, да. А что ты боишься? Ну, вот этот вот наркоз, операция, там это же все, ну, короче, вообще ужасно. Ты во многих интервью рассказываешь о том, что вы очень близки с мамой твоей, но ты никогда не говоришь про отца, причем ты в одном интервью, как раз Рамене, ты говорила о том, что с папой ты не общаешься, по какой-то причине что-то у вас произошло. Что-то вы не общались, потом начали общаться, потом опять перестали общаться. Вы сейчас не общаетесь? Нет. Случился один очень нехороший инцидент, который, я не могу сказать, что я типа обижена, но я такое простить, наверное, не смогу никогда. Да. Понимаешь, как говорят, что женщина всегда выбирает себе мужчину похожего на отца? Внешне я могу сказать, что 90% по шоу это мой папа. Чисто внешне, но очень-очень похожи, прям очень. У меня очень красивый папа, светленький, с голубыми-голубыми глазами, ну, они реально очень похожи. Но по характеру я всегда, я прям, ну, я была маленькой, вот уже когда я уже даже подросла и начала читать вот эти книжки, о которых мы говорили, я училась вот это визуализировать, все представлять, и я прям конкретно четко понимала, какой рядом должен быть муж. Он не был ни на кого похожим, но я знала, что он там должен быть светлый, у него должны быть голубые глаза, он должен быть очень трудолюбивый, мы должны, то есть все, все, что сейчас есть по шоу, я это все себе запрограммировала, но у меня не было какого-то конкретного человека, на которого вот я равнялась. У тебя в твоем стремлении к успеху, был ли кто-то, ну, как бы, кому ты пыталась доказать? У-у-у. Что я вот могу или я там, не знаю, вот заслуживаю любви? Честно, нет. Вот хотелось бы сказать, знаешь, нужно же какую-то боль там найти, знаешь. Нет, не обязательно, просто мне интересно, как правило так бывает. Да, бывает. Вот у меня такого не было, то есть я просто знаю, что хочу, и вот как бы к этому иду. И так, мне кажется, всегда было. Конечно, есть желание быть типа всегда первой, особенно я занималась спортом, причем прям серьезно, и у меня это как бы еще со спорта выработалось, что главное не участие, это главная победа, это сто процентов есть. И если делать что-то, то нужно делать, чтобы это был вообще типа топ. Это осталось. Но вот так, чтобы кому-то доказать, точно нет. То есть я не хотела родителям ничего доказывать. Моя семья, вот моя мама, да, с бабушкой, это вот два моих самых близких человека, они всегда были за меня. То есть когда я еще училась там в этой школе, в Чебоксарах, в обычной, в обычном классе, и говорила о том, что вот я там, знаешь, смотрела телевизор, видела золотой граммофон, и говорила, что когда-нибудь я получу золотой граммофон. Или там выступала Нюша, и я говорила, вот я тоже буду как Нюша. И я это, и они такие, да. То есть они не говорили типа, Анютка, передай Нюшке привет, посиди-ка в Чебоксарах. То есть они максимально меня поддерживали, и всегда мне мама говорила, да, так будет, конечно, мы все для этого сделаем. Поэтому я не хотела им что-то доказать. Они с самого детства меня поддерживали. Все мои самые сумасшедшие идеи, когда я там, знаешь, участвовала в каком-то конкурсе красоты, вырезала там эту корону, клеила на свою карту желаний, мама мне помогала ее клеить. Она не говорила, что ты тут фигней занимаешься, понимаешь. Если бы не она, не было бы вообще ничего. Ни моего такого отношения к жизни, ни моего понимания, что в этой жизни ценно, ни, ну вообще, короче, ничего бы не было. Реально, родители, это очень важно, чтобы они правильно относились к желаниям, к действиям, к эмоциям ребенка. Чтобы поддерживали все их начинания. Очень, очень. Адриана знакома с дедушкой? С моим папой? У-у-у. Он ее ни разу не видела. Ну, она его тоже, соответственно. А, ну, он не хотел? У-у-у. У тебя ж были наверняка в процессе, да, твоего там, не знаю, развития как артиста, моменты, этапы, когда тебе там говорили, нет там… До сих пор. Нет, подожди, ты говорила мне в начале интервью, что до того, как вы там познакомились с Пашей, ты начала там с Артиком писать и так далее, я говорю уже после, вот когда ты начала уже выступать. Да, конечно. Да блин, постоянно. Ты делаешь трек, вкладываешь в него всю душу, тебе говорят, нет, мы его на радио не возьмем, это вообще типа трек отстой, ну, например. Или первые мои концерты, я приезжала, ну типа, знаешь, я уже выпустила клип, выпустила песню, и я такая, типа, классная певица, приезжаю на концерт, а тупо никого нет в зале. Я помню до сих пор концерт, это был город Клин, один из первых моих концертов, Клин, по-моему, да. Короче, я приезжаю на площадку, такой организатор, знаешь, там ходит такой, что-то мешкается, мешкается. Я говорю, все хорошо у вас? Да, 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 все хорошо. Ну, вы только не расстраивайтесь, не переживайте, я не могу понять, о чем он говорит. И тут я выхожу, короче, на сцену, а там огромный зал, знаешь, в два раза больше, чем этот, и он пустой. И там две девочки за баром, уже такие бухие, короче, танцуют, две девчонки, и какой-то тип в костюме этой панды, я уже не помню, а, в розовой пантере, короче, они втроем на танцполе. И мой концерт, я уже вышла на сцену, и полный концерт, час. А зал пустой. Ну, конечно, ну, и таких концертов было много, то есть первый год, я каждый раз приезжала домой, я плакала, я прям помню это состояние, когда ты лежишь, короче, ты плачешь, я прям помню эту подушку, я в нее плакала, думаю, блин, я точно не тем занимаюсь, да, я никогда не стану там популярной певицей, люди меня не принимают, я, ну, короче, я плакала, 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 и, честно говоря, если бы не Паша, который лежал рядом и говорил, что все через это прошли, ну, тогда еще не было, знаешь, вот эта вот тема хайпа, тиктока, когда ты с первого трека взрываешься, он говорит, что через это все прошли, типа, не переживай, у тебя все будет, нужно просто дальше продолжать, продолжать, продолжать. И если бы не было его рядом и мама, которая говорила, так, возьми себя в руки, ты что хочешь, типа, все сейчас вот так вот взять и бросить, я бы точно не сидела вообще здесь сейчас. Это, это капец как сложно, это капец как сложно, еще, когда ты думаешь, что ты такой крутой, и ты же столько то вообще проработал, и ты же так старался. И ты же столько всего делал, столько сил вложил, а это не получается, не получается, не получается. Блин, это так больно, это просто, ну, блин, это очень тяжело и вообще не знаю, как я это выдержала. Потому что год, наверное, каждый выходной я летала там за гонорар 20 тысяч рублей на концерты. И при этом были пустые залы вообще. И при этом еще все постоянно в социальных сетях писали, что да, она же жена Пашу, да, она тупая блондинка, да, она петь не умеет, да, что это вообще за там колхоз, от чего у нее колготки в сетку, да, посмотрите на нее, да, куда она лезет. И с радио все говорили Паше, ну типа, ну Паш, ну пойми, как бы там, ну это же вообще хан, она блондинка, твоя жена, люди неправильно поймут. Типа, трех взять не можем. И это, короче, каждый день продолжается, 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 продолжается. И ты в один момент уже реально ловишь себя на мысли, может, я реально тупая блондинка, просто жена Пашу и ни на что не способны. Ну, короче, это страшно, это реально страшно. И я, если бы я была чуть-чуть послабее и рядом бы не было этих людей, то все это, ну как бы точно я бы сейчас, ну, ну, короче, если бы еще не это самое, то где-нибудь там. Ну, короче, ну это реально очень тяжело. И я через это очень четко прошла. Именно поэтому у меня нет вот этой звездной болезни, у меня нету того, что я могу там, ну, короче, я просто ценю то, что я имею очень сильно. Я к этому очень долго шла и очень, и очень много работала. И я к этому не отношусь так, как там, ну, относятся многие, мне кажется, сейчас, ну, там, исполнители, не знаю, кто там, артисты и так далее. Что для тебя критерия успеха? Это когда ты счастлив вот постоянно. То есть ты можешь быть там, опять же, в топ-чартах, ты можешь собирать концерты, ты можешь хайповать на всем, но приходить домой и чувствовать себя несчастным. Ложиться ночью спать и как бы и там всплакнуть тебе может... Ну, то есть я знаю очень много артистов, ну, артист, потому что это, да, моя как бы тема, и вот они кажутся такими счастливыми, но я их знаю с другой стороны. Когда я понимаю, что они постоянно в этой погонке хайпа, в погонке, что бы нового придумать, я не думаю, я не думаю, что они счастливы. Вот счастье, это когда ты приходишь домой, ложишься спать, и такой класс, классный день закончился, я суперсчастлива, все рядом счастливы, и завтра будет тоже классный день. Вот это вот критерий успеха для меня. Ты считаешь себя успешным? Вообще на тысячу процентов. Я считаю, что у каждого человека есть миссия на земле. Как ты считаешь, в чем твоя миссия? О, такой вопрос сложный. Ну, во-первых, я думаю, что миссия каждого человека изначально заключается в том, чтобы сделать себя счастливым, это сто процентов, потому что у меня есть очень хороший знакомый, он один раз такую сказала классную вещь, я уже, ну, цифровать не буду, я не помню, как это реально в оригинале выглядит, но смысл в том, что если бы каждый человек думал о том, как сделать себя счастливым, то были бы вокруг, ну, в мире были бы только счастливые люди, ну, при этом имея какие-то, да, рамки, что можно, что нельзя, и не вредя другим людям. Типа, как говорят в самолете, прежде чем одеть маску на ребенка, оденьте маску на себя. Вот, поэтому, наверное, вот это самая главная миссия, чтобы быть счастливым и сделать своих близких самых счастливыми. И вторая, она мне не дает покоя, ну, то есть, честно, это прям сидит вообще сильно во мне очень явно, и это прям не дает мне покоя, даже когда мне уже Паша говорит, ну, не надо, ну, не лезь уже, там, знаешь, а я все-таки, нет, ребята, типа, сила мысли. Ну, это правда так, мне кажется, что не просто так, точно не просто так в моей жизни вот все таким образом складывается, что я знаю какие-то вещи, которые не знают другие. Мне кажется, что этими вещами нужно делиться, и может быть, ну, по крайней мере, я для себя как-то так в глубине души решила, что, ну, миссия, наверное, это громко сказано, но я должна делиться тем, что, что мне кажется, работает, потому что это реально работает, потому что это реально, ну, это реально, короче, работает. Помогать людям, в принципе, да? Да. Что ты говоришь? Да, я думаю, да. Чего ты боишься? Есть две вещи, которые я вообще больше всего в жизни боюсь. Это, ну, понятное дело, потерять родного, близкого человека, там, родителей, мужа, я не говорю вообще даже, не хочу говорить про детей, ну, то есть, и это прям, ну, короче, это очень, я хочу, чтобы все умерли в один день, знаешь, ну, то есть, короче, я не хочу, чтобы я вот осталась, а кто-то из моих родных, ну, его не было. Это самое страшное, я очень надеюсь, так не произойдет никогда ни с кем, что мы все когда-нибудь, лет через, там, не буду говорить, сколько, ну, в общем, это реально. Ну, как и для любого человека, наверное, потеря или там какая-то очень тяжелая болезнь родного человека. Это страшно, и никогда никому такого не пожелаю. Если бы ты могла что-то одно изменить в своей жизни, что бы это было? Если бы я могла изменить одно, что бы это было? Так, не знаю, все скажу. Сейчас тебя ссорят, это какой-то сложный вопрос. Просто даже нет таких вещей, которые я бы поменяла. Назови три качества, которые тебе нравятся в себе больше всего. Ой, боже, я так не люблю этот вопрос. Это вообще очень сложно. Ну, мне кажется, ну, во-первых, работоспособность от 100%. Ну, то есть, я считаю себя на максималках работоспособным человеком. И, короче, не буду скромной. Нет смысла отрицать. Это правда так. Работоспособный. Первое. Второе. Которое нравится, да? Да. Ну, мне кажется, что я умею ценить. Вот вообще все, в принципе. Жизнь, друзей, моменты, ситуации, возможности. Ну, короче, я умею ценить. Это второе. И третье. Мне кажется, что я достаточно глубокий человек. Я не могу ни к чему относиться поверхностно. И, ну, не знаю, наверное, для жизни это не очень хорошо. Ну, как бы, в этом что-то есть, мне кажется. А три качества, которые мне нравятся? Ну, во-первых, я очень люблю поболтать. И я очень часто потом об этом жалею. Ты знаешь, я, короче, все скажу. Сейчас я вам опять все наговорила в интервью. Зато просто скажу, блин, зачем я это сказала? Ну, прям, что ты прям наговорила? Ты на все говорила, нет, про это говорить мы не будем. Это я рассказать не могу. Тут я не прокомментирую, поэтому не надо. Я люблю, короче, поболтать. Иногда лучше не надо. Вот. Это первое. Ну, короче, болтушка. Это мне не нравится. Второе, что мне не нравится, я... Ну, короче, знаешь, я такая очень жесткая в плане... Ну, не жесткая, а требовательная, может быть. Короче, я очень требовательная. Слишком. К себе или к окружающим? К окружающим. Может быть, надо было бы к себе быть требовательной более, а я к окружающим очень требовательна. Знаешь, что мне еще не нравится? Мне... Я не иду, короче, первое... Даже если я понимаю, что я не права, мне очень тяжело первое пойти навстречу. То есть признать свою вину тебе тяжело? Даже себе я ее признаю, но пойти сказать, ну, ладно, я была не права, или просто хотя бы тупо, типа... Ты можешь про это говорить, это уже первый шаг. Мне так тяжело, знаешь, я там себя ломаю, думаю, ну, ты же конкретно была не права. Знаешь, что мы с Пашу ругаемся? И я такая, ну, ты же, ну, ты же Яна была не права. Ну, что тебе стоит? Ну, подойти, ну, все же будет сразу классно. Он же сразу быстренько простит. Такая, ну, нет, сиди, сиди до последнего, пока он не подойдет. Короче, это ужасно просто. У меня такое раздвоение личности, одна Хана говорит, ну, ты же... Ну, так просто, ну, подойди, все будет классно, он же сразу себя обнимет, все. И другая, нет, сиди, сиди, пока он подойдет. Короче, мне очень сложно вот первое идти на... Примирение. Очень сложно. Прям... И вот признать, что я была не права, это для меня почему-то, короче, тоже очень сложно. Видишь, ты уже прям аж в четвертое пошла. Да. Пошла, я раскрылась, да. Правда, это... Ну, это же не так плохо все, да? Нет. Нормально. Нормально, конечно. Вообще все нормально. Все мы люди, у всех есть свои... Конечно. Тем более это твое субъективное мнение о себе. То есть люди, которые с тобой знакомы... Поверь мне, это со стороны тоже очень... Ну, это подожди, это тебе в себе не нравится. А может быть со стороны как бы человек не замечает это, а тебе скажут еще про что-то другое. Бывает же, мы себя же видим с одной стороны, а люди видят с другой. Не, ну ты заметила, Лена, моя управляющая, старшая администрация в студии, когда ты спросила про руководителя, она не сказала, типа, Ханна классный руководитель. Она сказала, она очень требовательная, но типа по факту. Где ты себя видишь через 10 лет? О, я вижу через 10 лет. Значит, нашу большую семью, у нас будет бегать еще деток, ну, двое еще как минимум. В нашем доме, который мы, я очень надеюсь, скоро уже наконец-то достроим. И у нас будет полный дом гостей, и мы будем, короче, отдыхать. И при этом, да, при этом я буду ездить наон-стоп на гастроли. Я так люблю гастроли. Знаешь, очень многие мои, ну, там, знакомые, тоже артисты, говорят, блин, это классно, сейчас сидим на стриминге, зарабатываем, дома сидим на гастроли ездить не надо, блин, а для меня это кайф. Я очень люблю, и вот я буду ездить по гастролям, я уже, хотя, ты знаешь, я еще буду нормально выглядеть через 10 лет. Да, буду хорошо выглядеть через 10 лет. Ты как, Милфа будешь? Кто? Знаешь, мам, ты знаешь, 30 лет, перевод. Милф, это типа, мам, I like to fuck. Да, да, ну вот, Милфа. Это мы за скобками. Все, вот, ну, я буду Милфа, я буду Милфа, да. И все, буду ездить на концерты, на свои любимые, собирать огромные, большие стадионы, делать классную музыку, чтобы вот прям было по кайфу, чтобы самой было не стыдно ее слушать. И что еще? Ну, я думаю, к тому времени у меня уже будет свое реальность шоу, я очень на это надеюсь. Вот, ну, я думаю, что к тому времени открою еще парочку салонов. По-любому. Может быть, один в Лос-Анджелесе. И, конечно же, обязательно буду ездить два раза в год на пару месяцев в Америку, потому что там будет наш американский Black Star Label, который будет... Ну, короче, я могу вообще, главное, вовремя сейчас отключить звук, потому что я могу еще говорить, говорить, говорить очень долго. У меня все это уже нарисовано, прописано. Ну, короче, будет все то же самое, только больше детей, больше гонорар за концерты и больше друзей рядом, наверное. Ну, то есть, да, друзей, родственников. Будет возможность, чтобы их всех объединять на углёных. О-о-о! Что бы ты сказала, маленькая Ханя? О-о-о, боже мой, как это мило! О-о-о-о! Блин, офигеть! Я прям помню этот ковер, стеллаж наш любимый. Ну, я симпатяшка была вполне. Мы это уже поняли. Брови, конечно. Ну, ты знаешь, я бы сказала, что ты молодец. Короче, все ты делаешь правильно. Ты вообще молодец. И единственное, что, наверное, я бы хотела вот тогда, ну, пожелать вот той маленькой девчуле, чтобы, когда ты маленький, короче, ты постоянно куда-то спешишь, ты постоянно думаешь, ну, быстрей бы там каникулы, да, быстрей бы четверть закончилась, быстрей бы мы на отдых поехали. Я там денёчки зачеркивала перед каждым отпуском, там, раз в год в Турцию. А вот сейчас хочется сказать, что не нужно так всё торопить, потому что время так быстротечно, да, и нужно, короче, вот проживать каждый момент на максимум. Ни в коем случае никуда не торопиться, не спешить и не торопить время. Вообще время самый дорогой ресурс, который у нас есть. Поэтому смотри у меня, короче, чтобы всё было круто. Спасибо. Спасибо. Друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, подписываться. Подписываться, нажимайте на колокольчик, делайте репосты, ставьте комменты, отсылайте друзьям, делитесь вообще классной информацией такими красивыми девчонками. В общем, самое главное, колокольчик, ребят, потому что тогда вы будете в курсе всех событий, ничего не пропустите и будете в тренде. В общем, комментируйте наш выпуск, и надеюсь, он вам понравится. Муа!